Добрый вечер, дорогие друзья! Было сильно преувеличено, как бы все, то, что сказано. Извините, я не хотел таких прислаблений. У нас с вами важная тема, будем говорить о законе кармы. Как это смелое утверждение достаточно, потому что, может быть, даже и для меня, потому что я как-то немножко раздваиваюсь. То есть, с одной стороны, я серьезно занимаюсь медициной в двух направлениях. Первое направление — это общественное здоровье. Оно изучает уровни жизни людей, их привычки, изучает, как поднять уровень жизни и качество жизни человека. Общественное здоровье изучает так же, как избавиться от каких-то ненужных вещей в нашей жизни. А их у нас достаточно много, потому что 40% людей погибает в трудоспособном возрасте в нашей стране. Мужчин от курения. И 40% от пьянства погибает в мужчин в трудоспособном возрасте. То есть, это высокий показатель смертности. Он самый высокий в мире практически. И это большая проблема нашей страны. И я сейчас работаю над кандидатской диссертацией, которая называется «Позитивное мотивирование в формировании общественного здоровья». Ну, то есть, там доказывается, что мотивация на высшие ценности является самой ключевой в жизни человека. Так, в нашей культуре очень много информации идет о том, чего плохо. Но уже давно современные психологи доказали, что негативное мотивирование или сосредоточение человека на негативной информации, вопреки ожиданиям, увеличивает проблему. Ну, допустим, если мы говорим «курить вредно», то курит больше людей. Это статистика официальная. Поэтому они не боятся писать на пальчике «курение убивает». Как ни странно, работает все наоборот. Но когда мы забываем эту тему вообще, просто забываем, и начинаем говорить о чем-то важном в жизни, то человеку уже и само собой меняется жизнь. Не нужно говорить о каких-то трудностях в жизни, не нужно говорить о том, что плохо. Нужно говорить, наоборот, о том, что надо делать в жизни. И тогда жизнь становится лучше. У нас... Вот это так действует закон Карна. Срочно просьба убрать машину с проезда номер 523. Toyota Region 26. Надо убрать машину, иначе у нас всю лекцию будет поступать сигналы. Итак, с одной стороны, я изучаю вот это вот знание, то есть знание науку, правил жизни, современную медицинскую науку. С другой стороны, даже в своей дистрибционной работе я указываю на то, что если совмещать восточные знания и современные знания психологии, медицины, то эффективность, улучшение качества здоровья возрастает по много раз. Это мой опыт моей жизни. То есть я так делаю. Поэтому мы с вами будем говорить сегодня с позиции древнего ведического знания. Почему я выбрал это знание? Это знание для того, чтобы помогать людям, давать возможность как-то исправить свою жизнь. Потому что оно очень здорово объясняет в целом нас. Нас. То есть мне очень понравилось в этом объяснении, что психика человека — это не комбинация нервных импульсов, а она имеет свое строение. То есть психика человека — это тоже анатомия нашей жизни. То есть у нас есть скелет тела, также есть скелет психических функций. И самое удивительное заключается в том, что уже сейчас ученые доказывают, такие ученые, как Моуди, доказывают, что тонкое тело не умирает после смерти другого тела. То есть есть эксперименты, подтверждающие это. Так Моуди собрал много случаев, когда после клинической смерти люди, когда они возвращались в жизни, они описывали подробно то, что они видели в операционной. А там все записывалось со всех сторон. И в это время они могли не видеть, не слышать, потому что у них не было уже сердечных сокращений, и мозг не работал. Ну то есть согласно теории Павлова, мозг не может уже не помнить, не видеть, не слышать в таком состоянии. И люди все видели, слышали и помнили. Они филигранно описывали полностью всю ситуацию, которая была в операционной, хотя они ни с кем не общались на эту тему. Просто они пришли к жизни и описывали это все. Это документально все подтверждено и доказано, что хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь не совсем. Это что Высоцкий пирм про ведическое знание. А если тупо как дерево, родишься Баобавлом. А если жил свиньёй, останешься свиньёй. То есть это так рассказывало веды через песни. Вот это закон кармы. Это то, ради чего мы собрались здесь. Это интересная тема. Она даёт понимание, как и зачем жить. Она расширяет понимание жизни. Потому что наше понимание жизни, оно очень сильно ограничено той ситуацией, в которой мы находимся. То есть если взять, допустим, и понять её чуть пошире, жизнь чуть пошире, и понять, что эта жизнь очень скоро закончится, а жить надо дальше, будет продолжать. И это факт. Я этот факт изучаю ещё и не современными научными способами, а древними научными способами. Так, допустим, древние учёные для изучения мира пользовались тонким телом ума. То есть психика на санскрите называется «манас». То есть «манас» переводится «ум» на русский язык. Но «ум» с точки зрения ветра, эта психическая структура называется «телом». У нас есть «тонкое тело ума» или «линга шарира». То есть «линга» означает «тонкое», или «психическое тело». «Шарира» означает «тело». То есть, другими словами, у нас есть «психическое тело». И «психическое тело», которое является основой для грубого тела, психическое тело является такой основой, оно и является сутью моего характера, моей жизни. То есть само грубое тело — это не то, что является жизнью. То есть оно просто находится под влиянием тонкого тела. Я это изучаю с помощью самого же ума. То есть древняя культура делала ум прибором. То есть можно собственный ум сделать прибором для изучения тонкого мира. Потому что тонкое тело, оно настолько тонкую природу имеет, что даже атомы, электроны там и волновые частицы — это всё просто энергия грубого тела. Тонкий мир... Судуки. Номер. Б452ОХ. Или ОХ. Берите машину. У нас веселая лекция сегодня, я чувствую. Просто много машин приехало, там затор произошёл. Вот так вот. Итак, смотрите, интересно. Древние учёные изучали этот мир с помощью тестирования тонкого тела. И это тестирование тонкого тела позволяет также увидеть тонкое тело в других ситуациях жизни. То есть не только внутри грубого тела, но и снаружи. Например, приведу пример, который может показаться странным для учёного. То есть один раз в Иваново я поселился в квартире, в которой, как оказалось, потом бабушка умерла две недели назад. И так как дети побоялись там жить по какой-то причине, они эту квартиру сдали, как всегда это делается. Тем, кто ничего не знает про бабушку. Мы приехали в эту квартиру, чувствуем, что-то какое-то атмосфера такая, травма. Тяжёленькая немножко атмосфера. Мы не обратили внимание. И ночью я спал, я открыл глаза и увидел, что мимо моей кровати проходит старушка. Проходит старушка, такая худенькая, щупленькая, но боевая. И проходит, как бы так очень неприязненно, глядя на меня, что типа, что ты тут делаешь вообще в моей квартире? И когда человек открывает только глаза ночью, то он видит тонкий мир. Часто люди пугаются. Нас несколько секунд, потому что мы видим то, к чему мы привыкли. А тонкий мир – это для нас естественная вещь. Но так как наша культура считает, что этого нет, поэтому мы и пугаемся этому всему. Вот. Но так как я изучал это всё, я понял, что это живое существо идёт, но всё равно испугался. И поэтому я так ладошками начал хлопать. И бабушкой тоже испугалась. И она побежала как бы мимо меня. Я оглянулся и увидел, как она вошла в эту закрытую дверь и прошла сквозь неё. Папушка была в тонком теле. Потом я начал выяснять с теми, кто сдал квартиру, кто здесь жил. И они сказали, что вот мама тело оставила. То есть они говорят, что умерла. Я-то понимаю, что она не умерла? Она живая. Потому что никто не умирает в этом мире. Вот. И я говорю, фотографию дайте бабушке. Мне дали фотографию, и я увидел именно этого человека, который видел, открыл глаза. Это доказательство, что я ничего не придумал. Потому что если было наоборот, я бы сначала увидел фотографию, потом что-то во сне увидел. Тогда было бы просто, возможно, моё воображение какое-то. Но это не было воображением. То есть увидел реального человека, который прошёл мимо меня и зашёл в открытую дверь. Вторая вещь, которую я хочу вам рассказать на эту тему. Так как я занимаюсь изучением тонкого тела, я занимаюсь этим давно, уже больше 20 лет. И начал я это делать, когда изучал мексиканские всякие практики. Вот. Я пытался во сне научиться себя понимать. Сначала я научился садиться во сне, тонкое тело отделять от круга. Потом научился вставать. Потом подпрыгивал. Научился подпрыгивать. Потом научился летать. Не странно, когда в тонком теле начинаешь махать руками, оно очень лёгкое, начинает взлетать и летать. Я жил на девятом этаже и вылетел из форточки и начал смотреть, чем занимают соседи. Ну, тем они там занимаются ночью, они спят, естественно. Вот. Но так как мне было неинтересно, что они спят, а я как бы их вижу, как они спят, поэтому я их начал пугать. Вот. И они начали просыпаться и пугаться. Мне это понравилось. Я начал летать. И как бы в разной форточке залетал, пугал народ. Вот своих знакомых и чужих людей. Вот. И один раз была такая интересная ситуация. Я залетел в форточку, увидел, спит бабушка. Эту бабушку знал, она очень была верующая. Я как-то сначала постеснялся их пугать, но потом решил всё-таки испугать. Когда я её испугал, она меня перекрестила. Потом меня перекрестила. Я больше после этого никогда не мог во сне себя понимать. Закончились способности. Ну, то есть я их использовал неправильно, и бабушка мне отрезала эту возможность. У меня даже пропал интерес к этому. Я так не мог никак понять, что произошло. Что это она такое сделала, что я как-то так поменялся сильно. Ну, так начались мои познания вот этого тонкого. Потому что я не знал, что духовная сила стоит выше тонкой силы. Вот эта тонкая энергия, это ниже, чем духовная энергия. Она обладала духовной энергией. Поэтому она мне закрыла крайник. Но так или иначе, идея в чём заключается? Идея заключается в том, что человек должен понять, где он живёт. Это очень важно. Изучение этой темы крайне важно. Потому что стресс, оставление ухода из жизни, то есть мой анализ, мои многочисленные исследования, состояние человека, который расстался с близким родственником, который оставил тело, определяется в основном незнанием. То есть вообще стресс, как бы стресс сам по себе, если разбирать его суть, когда человек в стрессе находится, он постоянно думает, что делать, что делать, что делать. Знаете почему? Потому что знание спасает жизнь. Когда человек разобрался с тем, что происходит, то ему стало легче сразу. Приведу пример. Такой парадоксальный случай. Допустим, надзиратель приходит в тюрьму и говорит, не волнуйтесь, будем кушать без масла. Все вздыхают с облегчением, потому что они действительно волновались, будут масло давать или нет. Теперь они уже точно знают, что не будут. Ну, то есть, понимаете, знание, оно облегчает жизнь, даже если это знание, оно не всегда позитивно, то есть не всегда то, что ты хочешь, да? Допустим, если женщина точно убеждена, что муж не вернется, если она точно убеждена, что он точно не вернется, он ее убедил в этом, то ей становится легче. Ну, как ни странно, парадокс. Вроде бы должно быть хуже становиться, нет, становится легче. Потому что знание, даже не то, которое ты хочешь, оно облегчает жизнь. Знание облегчает жизнь человеку. Поэтому основная проблема того, почему человек страдает, потому что само слово «умер», само слово «умер» означает обман. На самом деле никто не умирал. Смотрите, возникает интересное противоречие. У человека в сердце есть ощущение, что человек есть, потому что с ним есть контакт. В чем он выражается? Я думаю о нем, я страдаю о нем, я чувствую его. Он иногда приходит ко мне во сне, вот обостряется в чувствительности, и в тонком теле люди часто приходят прощаться после смерти. Ну, часто сплошь и рядом. У кого вот так произошло, поднимите? Ну, смотрите, ползал. Всегда так очень много людей руки поднимают. Вот. То есть это означает, что что-то есть, но мы считаем, что его кумер. И мы даже называем его потом очень по-хамски. Мертвец ко мне пришел. Ну, как вы ему думаете, нравится ли такое вот? Если мне сейчас скажут, что мертвец лекцию читает. То будет очень неприятно. Хотя с точки зрения моего тонкого тела разницы нет. То есть, допустим, я завтра оставлю тело, то меня будут завтра уже обзывать. Хотя я себя буду считать тем же самым человеком, только уже в другой форме жизни. Понимаете? То есть, грубое тело оставляет человеком, он остается тем же самым, но те же самые. Нет разницы никакой. Человек остается тем же самым. Некоторые думают, это уже не я буду. Нет, это ты будешь. Вот в чем дело. Я вам сейчас это докажу. У меня было четыре случая, когда я видел непосредственно оставление тела. Один случай произошел с моим знакомым, который занимался серьезной духовной практикой. Он оставил тело в святом месте. Монах в молодом возрасте от рака. У него был рак четвертой степени. Я зашел ему заглянуть, за ним, как он себя чувствует. И за пять минут он неожиданно оставил тело. Я тогда начал молитвы читать, думать о нем. Я увидел, как он выходит из тела. Это было точно согласно описанию ведичества. То есть, первое, что произошло. Сначала, когда он еще был жив, он начал нагреваться. То есть, сильно повышалась температура. То есть, шло сопротивление. Человек хочет жить, а время его вытаскивает из жизни. Потом, следующее, что произошло. Он уже не мог сопротивляться. И прана, психическая энергия, у тонкого тела есть энергия, которая дает возможность функционировать всему организму. Называется прана. Прана начала сворачиваться. Она уже не могла действовать во всем теле. И тело начало остывать. В этот момент остановилось сердце. То есть, когда сердце остановилось, и тело начало остывать, в какой-то момент тонкое тело начало сворачиваться. То есть, оно перестало контролировать грубое тело. И свернулось в небольшое пространство в области сердца. Там находится душа. Вот в этом месте. Она свернулась вокруг души. И вместе с душой, тонкое тело начало идти вдоль грубого тела. Вдоль. У нас есть семь психических центров. Через один из них выходит душа наружу. И, как бы, к тому центру, через который нужно выйти, тонкое тело вместе с душой пошло, такой сгусток тонкого тела, и вышел наружу. Как только он вышел наружу, в это время он себя не помнит. Но как только он вышел наружу, тонкое тело развернулось над грубым телом. Я это увидел. И он узнал себя. В тот момент, когда он узнал себя, он пытался два раза вернуться в тело назад. У него ничего не получилось. Видно, он испытал сильный такой от этого стресс, что он уже больше не пытался третий раз. И дальше он, хоть он и знал, что жизнь как бы продолжается, но он находился в сильном недоумении по поводу того, что он так быстро оставил тело, он надеялся еще пожить. Вот. И я начал устанавливать с ним контакт. То есть, через молитву, как бы пытался его успокоить, он успокоился. То есть, он понял, осознал себя, как душа в этот момент. И он дальше, как бы, 24 часа мы молились за него, и у него уменялось тонкое тело. Он начал сиять во время молитвы. Он начал сиять. Потом пошел вверх. То есть, и у всех возникла радость сердца. Описывается, что есть три состояния. Когда человек уходит на низшие планеты, после оставления тела, в сердце возникает камень. Мои исследования это показывают. Камень на сердце, тяжесть. Когда человек остается в мире людей, он рождается потом среди людей, то в этом случае у всех возникает чувство сильной разлуки, и как бы тянет к этому человеку. Когда человек входит в высший мир, на райские планеты, в рай, как говорят православные, то в этом случае у всех возникает в сердце счастье и ощущение, что он чистый, возвышенный и святой человек. Чистое, светлое память о нем возникает после ухода. Теперь, если у вас кто-то ушел из жизни, проанализируйте, что вы чувствуете по отношению к этому человеку. Но давайте теперь интересный проведем анализ. Смотрите, проведем фактистику. Кто-то ушел из жизни из ваших близких, вы вообще ничего не чувствуете по отношению к нему. В сердце коло. Поднимите руку. Есть такие? Обязательно есть, да. Смотрите в зал. Поднимите. Пережившие руки, да. Смотрите в зал. Теперь, ушел близкий человек, и вы чувствуете что-то к нему. Есть сильное чувство к нему. Поднимите руку. Смотрите, больше, да, людей? Теперь, из тех, кто первый раз поднял руку, кто-то еще поднимите руку. Кто ничего не чувствует, просто холод. Вы, да? Давай с вами. Ну вот с вами. Хорошо, с вами поговорим. Скажите честно, а вы его любили этого человека? Нет. Кто еще чувствует холод? Хорошо, теперь у меня к вам вопрос. А кто любил человека и чувствует холод? Поднимите руку. Давайте с вами поговорим. Вы любили этого человека, но вы ничего не чувствуете к нему. А как вы его любите? Скажи, что это за была за любовь? А? Вы влюблены были просто влюблены к нему? Или вы у вас с ним отношения были серьезными? А? Это была бабушка. Это была бабушка. И что, к ней холод вы ее не чувствуете совсем? А вы что-то делали для нее в жизни? Наверное, нет. Видите? То есть, смотрите, анализ показывает, что ощущение холода указывает на то, что между сердцами не было отношений. Вот сколько я не анализирую ситуации. Человек чувствует холод, постарошение к тому, кто ушел. Любовь означает, что я что-то делаю для человека. Понимаете? Я должен как-то ему служить. Я должен о нем заботиться. Если нет заботы, нет любви. Часто люди влюбленные спутают с любовью. Кого-то влюбился, но ушел, у меня холод к нему. Любовь означает наслаждение человека. Я наслаждаюсь этим человеком. Но что такое любовь? Это когда я ему служу и о нем заботюсь. Понимаете? Как-то делаю так, чтобы он был счастлив. Вот поднимите руку, кто заботился о человеке, делал так, чтобы он был счастлив и теперь, когда он ушел, чувствует холод. Есть такие люди? Дай в Видите, ни одного человека. Один себе. Вы заботились, сейчас его не чувствует этого человека. А? Вы чувствуете этого человека? Вы страдаете за него? Беспокоитесь? Да, я создаю душевую душевую душу. Ну, вот это все нормально. Вы не поняли вопрос. Холод означает нет человека. Понимаете? Холод означает его нет. Вы его не чувствуете, его нет. Как будто его нет. Понимаете? Он есть? Вы не чувствуете человека? Есть беспокойство нет? Есть, значит есть. Видите, сейчас мы не разбираемся в своих ощущениях. Видите, один человек себя поднял и тот, может быть, он не до конца разобрался. Это указывает на то, что когда человек оставляет тело, он не умирает. Видите, если действительно мы имели связь сердечную друг с другом, то связь никуда не девается, она остается. То, что мы чувствовали, то мы и чувствуем. Просто есть еще чувство разлуки, элемент разлуки. то есть это ведическая наука. Смотрите, некоторые постулаты, сейчас я вам буду говорить. Первый постулат. Если я чувствую что-то в своем сердце по поводу другого человека, это значит, что у меня с ним есть контакт. Веды объясняют, что психическое тело не заканчивается здесь. Мы связаны друг с другом на расстоянии. просто думая о другом человеке, веды объясняют, что мысли распространяются со скоростью тысячи раз сильнее скорости света. То есть мысли очень быстро уходят к объекту, о котором мы думаем, особенно если с этим объектом есть сильная связь. Проведем эксперимент. Не гарантирую, что я все точно определю, но по крайней мере гарантирую, что я как-то почувствую человека, и вы это почувствуете то же, что я почувствовал. Поднимите руку, у кого сейчас есть очень близкий человек, который находится далеко в другой стране, поближе кто-то в зале, кто-то девушка с желтой кофточкой. Готовы со мной проводить эксперимент? Можете вспомнить этого человека сейчас? Как его зовут? А? Не надо говорить я по звуку пытаюсь найти человека. Еще раз вы скажите как это? Это кто для вас? у него бывают какие-то проблемы с пищеварением. Мне кажется, он очень избирательный в пище. Он иногда не нравится то, что вы ему готовите. Он говорит, это я не буду кушать. Так или нет? Сейчас так. У него очень чувствительный характер эмоциональный. Он может сфотировать на что-то. так или нет? Так. Он часто чувствует, что ему жарко, душно. Так или нет? Затрудняет. допустим, он просит открывать форточку в квартире или наоборот закрывать ее? Не просит. Еще раз скажите. он человек такой конкретный вполне, то есть он у него такое спокойное глубокое мышление. То есть он прежде чем принимать решение достаточно долго думает. Так ли? Ага, попало. Так, поехали. у него иногда бывают с мочевым пузырем проблемы. То есть внизу, ну или часто в туалет ходит. Кое есть? Может быть, как может быть, это же муж, что не знает. Хорошо. Не жалуется. Сейчас будем искать то, что неоспоримым фактом является того, что я вижу этого человека. у него иногда болит левое колено. Верно. Поняли, да? В Омске я когда проводил такой эксперимент, я сказал неожиданную фразу для женщины, которая тоже думала о человеке. Я его чуть-чуть увидел. Я почувствовал этого человека. Я сейчас объясню, что это значит. И эта женщина сказала, что этот человек заикается. и она была в шоке, потому что это было право. То есть она для нее было четко абсолютно понятно, что я увидел этого человека. Потому что некоторые говорят, у всех болит желудок, у всех часто ходят в туалет, есть такие люди логические размышляют. Все медленно принимают решение. Но если болит левое колено, тогда извините уже. Это означает, что уже не все. он лысеть начал, да? Нет? Я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Ну ладно. Начнет. Гуманисты, гуманисты сотрудничают. Ну ладно. Смотрите. То есть идея в чем заключается? В том, что она просто вспомнила человека. И я по звуку пытался эту память увидеть. То есть человек вспоминает другого человека, сразу с ним контактирует. У меня был такой случай в жизни. Моя мама, когда я служил в армии, написала мне письмо. Олежек, почему ты мне не пишешь? Мне в сне снится всякая дрянь. Я вижу тебя в какой-то тряпочной палатке. Ты сидишь в шубе возле костра и в этой тряпочной палатке ты жгешь печку. Я как бы не совсем поняла, что это значит сон. Это хороший сон или плохой. Она мне начала говорить. Пожалуйста, напиши мне, я за тебя волнуюсь. А я не писал, потому что мы уехали на учение. И в этот день я дежурил. И так как мы жили в тряпочных палатках, в которых стояли печки железные, там были кровати, и мы там как жили, в этих тряпочных палатках. Там надо было дежурить по ночам, топить травами печку. Я сидел, топил травами печку, она это увидела и точно описала все это. Я так как я интересуюсь этими вещами, я очень сильно потом на эту тему размышлял. То есть идея в чем заключается? В том, что мы не знаем этого всего, у нас нет об этом никакого знания. Понимаете? То есть надо это серьезно изучать. И сейчас мы с вами будем говорить об этом. Мы будем говорить о законе кармы. То есть закон кармы имеет тонкую природу. это не закон деятельности физического тела. Это закон деятельности тонкого тела, психического тела. То есть это закон, который нам очень сильно поможет жить, потому что живем мы в тонком теле, и мы используемся его законами, хоть и не знаем, что это такое. Понимаете? Надо ликбез в этом деле проходить. Как-то проходить. Итак, смотрите, все очень просто. Оказывается, тонкое тело, ума, оно имеет возможность контакта. Между нами возникают контакты. И мы об этом много поем песни, но при этом не задумываемся, что это чистая правда. Да? А мне все время кажется, ну почему-то кажется, между мною и тобой ниточка завяжется. Да? ниточка завязывается, это что такое? Ниточка она правда или нет? То есть ниточка завязывается где, интересно? Все люди знают? Где? Сердце завязывается, да? Обручальное кольцо непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо. Так? Ну то есть сердце, люди знают, о чем поют, да? Сердце, тебе не хочется покоя. Вот. Ну то есть люди все это знают, но объяснить это не могут, потому что у нас нет субстрата, то есть нет знания, которое бы объясняло все это подробно. Я когда начал изучать веды, я увидел, что мои догадки полностью как бы оправдались, и я был счастлив узнать об этом во всем. Но потом я начал серьезно изучать священные описания других духовных традиций, увидел, что все то же самое. Просто в некоторых местах это афоризм не рассказывается, а в некоторых местах напрямую. Все зависит от аудитории, как люди готовы слушать об этом. Итак, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что между людьми есть связь. И интересно исследование провели японские ученые. Они обнаружили, что когда кристаллики воды очень быстро замораживают, то они замерзают по-разному в зависимости от того, какие обстоятельства вокруг. Не по-разному замерзают, потому что по-разному замораживают. То есть это было точное исследование. А на эти кристаллики воды воздействовали словом. Например, произносили слово «Мать Тереза». Кристаллик филиграмной формы, красивый. Потом опять произносят слово «Мать Тереза» точно такой же кристаллик, с небольшими различиями. Точно такой же, точно такой же, точно такой же. Много-много исследуют все одно и то же. Потом произносят слово «Гитлер». Кристаллик изуродованный, то есть такой неправильной формы, деструктивный. Опять произносят опять то же самое, опять то же самое. Произносят слово, допустим, «корова». Раз, опять кристаллик какой-то формы. Произносят слово «машина» другой формы кристаллик. Это было очень интересно, но заметили, что всегда слова, которые имеют отрицательное значение, создают деструктивные формы кристаллов, а слова, которые имеют положительное значение, красить хорошие формы, а слова, которые связаны со святостью, дают идеальные формы кристаллов. «Корова Гитлера». Как? «Корова Гитлера». «Корова Гитлера». «Да, есть «Корова Гитлера». Вы очень глубокомысленный человек. Я когда читал лекцию «Связь характера с болезнями» в Екатеринбурге, одна женщина, и я спрашивал у людей, «Какая болезнь у вас?» И мы говорили о том, с какой чертой характера связаны. И одна женщина мне сказала, от чего потеет, от какой черты характера потеет правая пятка. Только правая пятка, и все. Я не смог ответить ей на это. Я понял, что ее мысли глубже, чем мы исследуем. Я так понял, такого исследования проводили. Ну, я не смог, да, «Корова Гитлера» как бы, не догадались ученые, похоже. Итак, продолжаем нашу беседу. Оказывается, вода отражает информацию о том, что было. О том, что было. Время пройдет, и ты забудешь все, что было с тобой у нас. Да? Вот. Ну, то есть, вода отражает эту информацию, и я до вас читал лекции в Иркутске, меня рвало на Байкал. Рвало на Байкал. Серьезно, да? Ну, то есть, не так прямо совсем, рвало на Байкал, но меня тянуло. Вот, и я поехал туда. И мне хотелось искупаться, хотя мне говорят, там лед. Когда приехал на Байкал, я увидел, что Байкал во льду, но ангара, которая вытекает из него, она уже растаяла, и рядом с ней оттаяла часть Байкала. И это для меня было большой удачей. Потому что до этого я читал молитвы и пытался понять, что это за Байкал. Каждая большая структура озера связана с какой-то личностью. Есть тонкие личности, которые охраняют, как бы они, это их, как бы, озеро, понимаете? Как такие. И я увидел очень возвышенную, сильную личность, под влиянием которой находится атмосфера этого озера. Я много слышал об этой чистой и светлой атмосфере, что люди получают там очень много счастья, находясь в этом месте. Меня сильно тянуло посмотреть, когда я приехал, я увидел то же самое, что я почувствовал в своем сердце, когда молитвы, медитации как бы пытался понять. и я решительно начал раздеваться, чтобы искупаться в этой проталой воде. И подошел один мужик, говорит, крестимся байкалом. Я говорю, да, что это не вовремя, крещения нет. Я говорю, я здесь на этот день. а, тогда понятно, я пошел. Мне удалось, сначала привыкали долго ноги, руки, и мне удалось все-таки занырнуть два раза, и я почувствовал необыкновенное счастье. То есть, произошло очищение сознания, я почувствовал эту чистоту этой личности, которая охраняет это место уже 15 миллионов. Обычно озера живут 5 тысяч, 15 тысяч лет, а этот живет 15 миллионов лет. Это уникальное место на самом деле. Вот. И, понимаете, зная об этом, можно знать о том, что вода, она хранит, хранит чистоту. Есть святые реки, святые озера, да, на себе, на себя, правильно девочка показывает, на себя надо было налить, я налил, налил на себя, на головку налил, да, все вот так делал, правильно, вот все это я сделал, там, святое место, и я почувствовал благодать вот этого. Итак, идея заключается в том, что пространство, в котором мы живем, тоже влияет на нас, не только люди, не только люди, а также земля, веды говорят, мать земля, и мы говорим, мать земля, а они даже, у них есть имя земле, они называют хуми, то есть, это так зовут, мать земля, понимаете, есть влияние к планету, у них есть тоже психическое тело, у каждой планеты, у каждой горы есть психическое тело, вот, то есть, раньше древние люди были более чувствительны, поэтому они все называли своими именами, то есть, допустим, они уважали гору, рядом с которой они живут, они уважали реку, да, и у них жизнь была более счастливая, почему, потому что они воспринимали мир вот с позиции этой психической энергии, а не с позиции просто тупой материи, да, которая там, это просто химия, гора, ну, ну, раз ты так это воспринимаешь, значит, ты так с этим и контактируешь, для тебя может человек стать тоже просто химией, который с тобой рядом живет, и так и получается, что мы пищу начинаем как воспринимать, это белки, жиры, углеводы, витамины, пища для нас белки, жиры, углеводы, витамины, и люди думают, вот, лук по этому раз, так как это белки, жировые, углеводы, витамины, давайте дальше развивать эту философию, сразу понятно становится, что лучше переваривается только одни жиры, одни белки, одни углеводы, одни витамины, поэтому все это надо разделить, то есть отделили витамины, сделали таблеточки, витамины хватаем, да, одни витамины, что-то невкусно, морковка вкуснее, да, вот, теперь смотрите, берем жир, просто один жир, раздельное питание называется, берем один жир, и едим, вкусно? Берем один белок, и едим, один крахмал берем, и едим, вкусно? Будете так питаться, вам скажут, очень полезно, продлевает жизнь, будете так питаться? Нет, один сахар, ну, соль, раздельно все, невкусно скажет, невкусно, не хочу, невкусно, будет бунтовать ум, я не хочу так есть, не трогайте меня, ум будет так бунтовать, будет кричать, и вы будете говорить, ну, для тела же полезно, он говорит, ничего не хочу знать, я невкусно, смотрите, оказывается, ум тоже кушает, ум тоже кушает, и он кушает тонкую энергию, не грубую, а тонкую, допустим, смотрите, берем, просто крахмал, кушаем, в организме все усваивается, но, но хочется еще что-то, мне не понравилось, мне не хватает, я наелся, живот полный, он уже как бурдюк, такой, как хороший мячик, набился крахмалом, но я хожу, еще что-то хочу съесть, причем нечего-то не хватает, и причина заключается в том, что ум хочет тоже кушать, понимаете, и ум кушает тонкую энергию, видите, тонкая энергия содержит только в живых существах, поэтому мы не едим просто химию, нам, наоборот, не хочется есть химию, нам хочется есть все натуральное, понимаете, все натуральное означает живое, мы хотим есть только жизнь, мы не хотим есть просто химию, это означает, что мы хотим тонкую энергию получать, Нам ее не хватает. Причем, если взять, допустим, морковку, она может быть чуть-чуть мягкая или очень упругая. Когда она очень упругая, там много прама жизненной энергии. Когда человек ест упругую морковку, он наполняется этой прамой, говорит, ну хорошо, вот, морковку такую съел, настоящую, прям аж в туалет пошел, все понесла жизнь. Вот, ну то есть, как бы, а если он съел мягкую морковку, уже как-то невкусно, невкусно. А если из нее там сок сделал, который год простоял, вообще как-то невкусно. Понимаете, и мы хотим свежую, настоящую морковку, прямо с грядки, вот пять минут назад. Видите, это означает, рано, берем, допустим, арбуз, там, там чего нет в этом арбузе, кроме воды, так? Так, но если взять арбузный сок, выжать и попить, невкусно. А взять то же самое, разрезанный арбуз и похрумкать его, вкусно. И прямо торкает конкретно после арбуза, хорошо становится, блин. А после этого арбузного сока, фигня какая. Почему так? Потому что есть прана, понимаете? Прана, это не то, что невозможно обязать с химической точки зрения. Если говорить о химии, просто арбузный сок и просто арбуз, одно и то же, разницы никакой нет. Но если говорить с точки зрения прана, там есть жизнь, а там ее нет. Понимаете, мы едим жизнь. То есть мы едим, и нам говорят, ну, смотрелся, все. Нам не нужна вода, нам нужна жизнь. Понимаете, допустим, я пью воду из Байкала, я тоже налил попил. Я пил жизнь. А если мне, знаете, я попил воду, вот это было символично, из бутылки, которая называется чистой Байкала. Вода. Или как там по-другому. Вода из Байкала. Мы вылили эту воду, чистой Байкал. Это из Байкала вода. И налили Байкала воду. И попили. Разница колоссальная. Это тоже Байкала. Но это свежая вода, понимаете? Она только налили. Там есть прана. И мы попили эту воду с праной. Просто вообще классно. Просто классно. Еще и снаружи, еще и изнутри. Так вот, идея в чем заключается? В том, что мы должны очень серьезно задуматься. Наше представление о жизни дает нам неправильную жизнь, если оно неправильное. Допустим, если я воспринимаю пищу просто как комбинации химических элементов, то я чего-то в жизни недополучаю. Недополучаю. Понимаете? Человек должен питаться тем, что несет в себе свежую силу. Это дает жизнь. Дает жизнь. Допустим, люди думают, что не хватает витаминов весной. Как объясняют это ведическое знание? Слушайте внимательно. Когда поднимается солнце, солнце несет в себе энергию огня. Энергия огня, что она делает с организмом? Наполняясь огнем, организм расслабляется. Днем огонь всегда конкурирует с энергией праны. Чем больше огня, тем меньше праны. Мы знаем, витам нас расслабляют, ничего не хочу делать, мозги не угрожают. Пошел отступать. Ну, то есть, причем, потому что жарко, когда много огня не хватает из жизненной энергии. Правильно, конкуренция идет, да? То есть, чем больше, чем холоднее, тем, наоборот, бодрее, так уж. Да? То есть, как бы, ну, очень много энергии. Хочется согреться, но рыбакоспособность хорошая. То есть, идея в чем заключается? В том, что, когда солнце поднимается весной, человек просто слабеет. Он не привык к солнцу. Он слабеет от того, что не хватает праны. Это не нехватка витаминов. Это нехватка просто энергии, бодрости. Что делать? Вставать под прохладный душ. Раз. Второе. Есть свежую пищу больше. Сырую пищу. Два. Например, пророщенные зерна. Они сразу подряд, и человек уже чувствует, что у него нет слабости. Это решается все очень просто. Никаких витаминов здесь вообще речи не идет. Если витаминоз, то почему именно весной он проявляется? Нет никакого амитавитаминоза. Видите, мы просто не понимаем, что происходит. Потому что у нас химическое представление о жизни. Вот теперь я вам расскажу сейчас пять видов представления о жизни. И вы подумайте, на каком из них вы находитесь. Пять видов представления о жизни. Чем выше представление о жизни, тем качественнее жизнь. Начинаем сначала. Первое представление о жизни, согласно ведам, называется Анна-Майя. 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 Ну то есть это санскритские термины, не обращайте внимания. Давайте скажем по-русски. Это представление о жизни указывает на то, что человек себя считает грубым телом. Грубым телом. Но он считает, что он умрет не совсем, когда оставит тело раз. Что ему надо химические вещества пополнять. Что единственный вид нормального лечения – это таблетки. Все остальное фигня. Потому что все остальное непонятно, как действует. Нам нужны просто таблетки химические, чтобы не помогло. Операция – это тоже хороший способ. Нет органа – нет проблем. Например, один орган мучил, 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 мучил. Потом раз вырезал и все. Просто поешь. Никаких проблем, все хорошо. Ничего не мучает. Видите? Философия очень простая, аффективная. Тонкий голос сразу появляется. Круто. И нет проблем. Итак, смотрите. Когда человек живет вот этой концепцией, что я являюсь телом. Так как я не являюсь телом, на самом деле я душа. Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Так как я душа, а не тело, то возникает стресс. Сейчас объясню какой. Смотрите. Так как я тело, самое главное, чтобы тело было красивым. Потому что я не могу усмириться с тем, что я некрасивый. Или я не сильный. Да? Но смотрите, что происходит с телом. Каждую секунду оно стареет. Оно стареет. Если вы видели Шварценеггера в фильмах, посмотрите его сейчас на фотографии живьем. Уже не тот Шварценеггер. Хоть и анаболики колол до последнего, но все равно печень чуть не отвалилась, закончил колоть. Вот. И сейчас он не такой уже крутой. Потому что он уже возраст другой, понимаете? С возрастом тело стареет. Оно перестает быть таким сильным. И человек входит в жуткий стресс. Потому что он себя считал телом, а душа, она не может стареть. Не стареют душой. Не стареют душой ветераны. Не только ветераны, никто душой не стареет, к вашему сведению. Не расстанусь с концовом, буду вечно молодым. И то есть идея в чем заключается? В том, что человек не хочет стареть. Ему не нравится это дело. И возникает стресс. Чаще всего он возникает у молодых девочек. 16 лет. Мама, я уже стану. Такие, стресс такая, вроде бы, как бы, интересно так ситуация возникает, что человек, когда он взрослеет, у него меняется концепция жизни, само собой. Он же не считает себя телом с возрастом. И смотрите, в 16 лет еще концепция анамая, она с возрастом меняется. У детей концепция анамая, потом выше, выше, выше концепция. Зависит себя от развития личности. И мама, которая 45, говорит дочке, а я еще молодая. Дочка 16 лет, говорит, мама, я уже старая. Она смотрит на лицо, она чуть-чуть изменилась, и у нее шок. Она думала, что она всегда будет красивее и красивее. А ну раз, чуть-чуть стала постарше лицо. И она такая, ааа, а мама, как смотрит на лицо, на свое лицо совсем по-другому. Она думает, смотрит на него и думает, о, я такая свежая, я такая хорошая, настроение хорошее, у меня все нормально в жизни, я еще молодая. Теперь бабушка подходит и смотрит на них. И такая у нее сияющее лицо, все в морщинках, все полностью в морщинках, и она сияет такая. И говорит, доченьки мои, вы вообще не о том думаете. Еще выше концепция, да? Итак, движемся вперед. Концепция аномая, к чему приводит человек? Она приводит человека к очень большим трудностям в жизни. Потому что первое, что он получает в своей жизни, это то, что его скоро не будет. И он должен себе объяснить, зачем нужна эта жизнь. Первое и единственное объяснение этой философии. Любая концепция жизни дает за собой философию, смотрите. Первое и единственное объяснение. Если я скоро помру и меня не будет, значит, что нужно делать сидять сейчас? Пей, гуляй, веселись. Пока не поздно. Потому что потом меня не будет. И там, если я сделаю что-то не так сейчас, какая разница, как я сделаю, потому что меня потом не будет. Подтвержение. Спасибо. Итак. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Да? То есть это результат философии. То есть человек почему так живет? А он не верит ни во что. Он не верит, что есть какая-то другая жизнь. Почему? Потому что у него такая концепция, он чувствует себя телом. А тело, значит, надо просто кушать. Веселиться и наслаждаться жизнью. Потому что все остальное потом закончится. Больше ничего не будет потом. Все. Так. Эта концепция рождает первую проблему такую, что человек становится бессовестным. Это первая проблема такой философии. Вторая проблема такой философии заключается в том, что по барабану что жрать? Лишь бы было много белков, жиров и углеводов. По барабану. Например, сейчас в Таиланде начали кушать продукты для крыс, это ладно, это ерунда. Продукты плаценты матери, женской плаценты, а также абортированных детей. Подают в ресторан. Это как бы и объясняется это так. Там прям в ресторанах висит вывеска и говорится, что это очень здоровая пища. Потому что учеными доказано, что плацента и вот эти абортированные дети содержат в себе очень много ферментов, витаминов, улучшающих жизнь. Опять на этом все основано. Так я вам скажу больше. Больше всего ферментов и витаминов, улучшающих жизнь, находится у тещи. Потому что, во-первых, точно жизнь улучшится. А во-вторых, она же человек, а человек к человеку больше всего подходит. Вот это уже философия людоеда получается. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что человек, который считает себя химическим телом, рамы или пух, поздно приходит к этой идее. То есть какая разница, что есть ли, если бы было много белков, жиров и углеводов. И все должно примет. Пришли к идее, что свинья больше всего по строению тела подходит на человека. Это значит, свинина самая полезная пища. Украинцы все обрабовались. И в честь этого во Львове сделали конфетку в сало в шоколаде. Марка фирмы одной. Сало в шоколаде – это марка фирмы львовской одной. Производство шоколада. Так, видите, идея заключается в том, что мы не понимаем, что мы кушаем, потому что мы руководствуемся этой идеей – белки, жиры и углеводы. Все, до свидания. Отсюда означает, что люди путают между искусственной пищей и естественной. Допустим, если ученые доказывают, что эта химическая формула очень полезна для человека, то они добавляют эти химические формулы в пищу и говорят, что пища стала лучше. Но все знают, что пища с огорода, без всяких добавок химических, всегда лучше, чем пища с любыми химическими добавками. С любыми. Хоть хорошими, хоть плохими. Все это уже поняли. Что пища, выращенная Богом, лучше, чем пища, выращенная человеком. Любые скрещенные продукты хуже, чем настоящие. Любые химические добавки хуже, любые пестициды, гидрициды. Лучше просто, чтобы само вырастут. Пять червяк яблоки будет, это лучше, чем оно будет год лежать и не портится. Червяки брезгуют такими яблоками. Бактерии брезгуют жить в телах людей, которые питаются такой пищей. В Европе заметили, что тела на кладбищах не разлагаются. Не то, что они святыми стали. Бактерии их поклоняют таким телам и не кушают их. Причина не в этом. Они брезгуют, не могут это жрать. Понимаете, до чего мы дошли? Это химическое представление о жизни. Оно приводит к такой жизни. Все заполняется химией. Я вас убедил, нет? Кто считает, что это нормально, то, что я сказал? Вот это химическое представление о жизни. Есть такие люди? Никого нет? Спасибо вам. Я очень благодарен вам за это. Дальше движемся. Следующая концепция называется прана-майя. Выше эта концепция. На концепции анна-майя находятся все грудные дети. Смотрите, сейчас объясню, как действует эта концепция на сознании. Это первый уровень жизни. Человек воспринимает себя телом просто. Как такой человек живет? Его главная потребность — это только еда. Потому что тело хочет кушать, понимаете? И тело хочет защиты, сохранности. Поэтому смотрите, ребенок чем живет. Он постоянно воспринимает все через рот. То есть он пытается все в рот тащить, потому что у него единственный способ познания — это вкус, связанный с этой концепцией. Понимаете, да, идею? То есть человек живет только этим, в жизни. И он постоянно боится. Поэтому мама чуть-чуть прошла, он кричит. То есть он воспринимает себя как тело. Потом, со временем, ребенок, развиваясь, переходит естественным образом. Восприятие мира меняется. Он переходит на концепцию прана-майя. Прана означает движение. Прана означает, прана буквально переводится, жизнь на энергии. Прана, слово прана. Прана-майя, майя означает концепция жизни. То есть так, как мы понимаем жизнь. Мы верим твердо, герои спорта, нам победа, как воздух нужна. Вот это вот концепция прана-майя. То есть она, я ее сейчас более широко расскажу вам, чтобы вы поняли, что это значит. Многие люди живут до старости в этой концепции. Эта концепция приходит в сознание, когда человеку становится 3-4 года от роду. Он начинает бегать, как сумасшедший. То есть он осваивает машину. Веды называют грубое тело ямдрой. Знаете, как слово ямдра переводится? Очень примитивно. Машина. Ну то есть древние ученые знали, что душа вместе с тонким телом живет в очень сложно организованной машине. То есть это то, в чем мы живем. То есть грубое тело — это просто механизм, с помощью которого мы добиваемся в этом мире счастья. Видите, как просто название машины — и все. Мы живем в машине. Ямдрой — грубое тело. Итак, смотрите, маленький ребенок тела подрастает, и он очень рад находиться в этой хорошей, здоровской машине. И поэтому начинает бегать, он ее испытывает. Да, он, когда сейчас машину покупает новую, допустим, новый русский купил машину так. На все. Сколько выжмет, да? Сколько выжмет машина, да? Машина перевернулась такая, улетела. Он выскакивает. Вы видели, какие брызги? Да? То есть он испытывает машину. То есть он такой... Так и ребенок тоже. Он только понял себя в этом теле и начинает бегать, прыгать. Родители не могут за ним уследить. Он просто как тела. И он не устает совершенно. То есть потому что его психика, вся психическая энергия уходит в пранах. Вот на этой концепции живут животные. Вот смотрите, взять собаку, допустим. Она неутомима. Человек едет на велосипеде, собака совершенно не напрягаясь, бежит рядом. И может бежать много километров, она вот смотрит по сторонам. И вообще даже... И никаких проблем, что она бежит. Если человек будет столько бежать, то он сдохнет просто. У нас другая концепция жизни. Понимаете, животные находятся в этой концепции. То есть они... Очень много энергии у них. У животных очень много энергии. Я заметил в Индии, что обезьяна весом всего 20 килограмм, она намного сильнее человека. Намного сильнее. Реально. То есть человек ничего с ней не может сделать, потому что она находится в этом состоянии. Пранамая. То есть она может и так двигаться, и так, и по-всякому. И ты с ней вообще даже за ней не уследишь. То есть она намного активнее, сильнее человека с физической точки зрения. Но ее можно обмануть. То есть она... Высшее сознание уже не работает. Вот, то есть смотрите, у животных концепция Пранамая. Они много бегают, прыгают, занимаются спортом. Если человек переходит на эту концепцию, он верит уже в движение. И как он... Как лечится человек, которого Анна Майя концепция? Он лечится пищей. Травки попил там, все прочее. Но это ему помогает. Вот. Как лечится человек, который находится на концепции Пранамая? Он бегает. Высший уровень сознания. Бегает, занимается йогой, дыханием. Прана, яма. Что такое Прана, яма? Прана означает жизненная энергия, яма означает упражнение. То есть он упражняется жизненной энергией. Люди чем занимаются? Они дышат, да? Можно было назвать, допустим, дыхание, яма там, или там, не дышать, яма. Там вот задержка дыхания есть тоже. Они называют Пранамая, яма. Оказывается, что когда человек дышит, когда человек дышит, то у него идет взаимодействие с его психической энергией. На вдохе мы наполняемся энергией, на выдохе отдаем. На вдохе наполняемся, на выдохе отдаем. Простой пример. Кому сейчас душно? Хорошо. Надо открыть двери. Побольше надо открыть двери. Очень много людей взять. Пожалуйста, шторки и раздвиньте. Это важно, да, что на лекции был свежий воздух. Здесь тоже как-то так организуйте, чтобы пошел воздух. Вот. Но мы сейчас с вами, пожалуйста, поднимите руку. Кто и кому душно? Поднимите руку. С мужчиной мы эксперимент, женщина очень эмоционально скажет, получилось в любом случае. Мужчина такой лысый, смотрит на меня. Вы, вы, не отворачивайте, смотрит на меня. Очень критический. Мы сейчас с ним будем проводить эксперимент. Точки вот так поставьте. Смотрите. Вам душно, а я сейчас буду дышать. А я сейчас буду дышать. А я сейчас буду дышать. Свежее стало, нет? Теперь у меня вопрос. А вам всем свежее стало в зале? А? Дверь открыли. Дверь открыли. Это мужская логика, видите? Если бы даже не открыли, было бы свежее. Понимаете? Потому что у меня была такая ситуация. Я читал лекции в зале, в подвале в Самаре. Там было краской пахло очень сильно. И люди задыхались от краски. Я вот так вот сделал. Они все руки подняли. И... А? Пошел, да? Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что Изея одновременно это сделал. Неубедительно. Вот. Мы сейчас с вами будем эксперимент проводить. Вот вы запомнили, как вам сейчас? С вами, с вами движется подражает. Да? Да. Вы запомнили, как вам сейчас? Ручки поднимай. Пытается понять, больше ветра или нет. Вот сейчас становится. Почувствовали? Это прана моя. То есть, что такое прана? Это психическая энергия. Она дает ощущение свежести. Поэтому, когда человек занимается пранаямой, это гимнастикой, он чувствует себя хорошо в жизни. Бодро. Кто почувствовал бодрее себя сейчас? Поднимите руку. Я немножко с вами позанимался пранаямой. Чуть-чуть совсем. Видите, надо сесть прямо. Вот сейчас. Стоп, 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 стоп. Не садитесь прямо. Мы проводим эксперимент. Вы изучаете это знание. Смотрите сейчас. Почувствуйте атмосферу в зале. Сейчас. Просто так для себя. Представьте. Вот что сейчас в зале происходит? Так или не так? Вот как вы себя чувствуете? Почувствовали все? Садимся прямо. Открою крышку. Почувствую вкус. Чувствуете? Поменялось все. Стало еще свежее. Так или нет? Никто не дышит. Никто не дышит. Видите, есть всякая логика. Всякая логика есть. Но факт остается, факт осталось свежее в зале. Поэтому на лекциях советуют сидеть прямо, чтобы прана активно двигалась в организме, и тогда будет легко сидеть всем, потому что у нас общая энергетика в зале. Понимаете, общая энергетика означает общая прана. Итак, мы с вами сейчас переходим, смотрите, к другому пониманию мира. Человек, который находится на концепции амна-мая, он индивидуалист. Он не понимает, что все вместе. Понимаете? Человек, который находится на концепции прана-мая, он уже начинает быть вместе со всеми, потому что прана нас объединяет. «Музыка нас связала!» Да? Итак, идея в чем заключается? В том, что когда человек находится на концепции прана-мая, у него меняется восприятие мира. То есть, когда человек живет этой концепцией, он хочет есть свежую пищу, он хочет есть то, что выросло само собой. Он хочет жить, хочет жить не в городе, а за городом, потому что там больше прана. На дальней станции сойдут право по пояс и без меня обратно. И скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском. Видите, это другая уже энергия жизни. Человек, который живет, другое. Ему нравится природа, ему нравится лес, ему нравится крысо-рунылая пара, очей и очарование. То есть, ему нравится красота Божья. Почему? Потому что там есть право, жизнь и энергия. Ему хочется дышать, всем этим жить. Ему надоем этот город вонючий. Там нет жизни. Он говорит, мне не хватает, я задыкаюсь в этом городе, я хочу жить, я хочу на природу. У кого такое чувство есть, поднимите? Вот это уже праномая. Тоже праномая. Некоторые дни, они говорят, мне в городе хорошо. То есть, в зависимости от концепции, так человек живет, понимаете? То есть, мы не были на каком-то ике, нас здесь неплохо кормят. То есть, понимаете, один на таике хочет, там, помки этот, попугаев, говорит, полетали на таике. А кот лежит, он большой, такой толстый, маленький ножки, он такой. У него концепция аномая. Он говорит, мы не были на каком-то ике, мы нас здесь неплохо кормят. Вот. А попугай хочет лететь на таике. Ему недостаточно, чтобы его кормили. Понимаете? Ему нужно жить, ему нужно движение. Он хочет, как бы, увидеть что-то, да? А мне честятся острова и удивительные страны. Вот. Ну, то есть, в юном возрасте, как бы, человек переходит очень сильно на эту концепцию. Ему хочется двигаться, да? Алый по усатам, да? В той бухте где, а классный грань нашел свою ласунь. Ну, то есть, человек уже живет движением. Ему, как бы, хочется уже дальше больше увидеть в жизни. Ему надо двигаться. Он хочет бегать, прыгать. Будет по лужам бегать, кувыркаться. Вот. То есть, ну, и так далее. Ну, то есть, человек живет вот этим счастьем движения, и он очень рад, да? Но концепция про аномайя постепенно заканчивается. И наступает следующая концепция. Называется манамайя, более высокая концепция. Манамайя означает, что психическая энергия человека уже не живет движением, она переходит, начинает осваивать тонкое тело ума. Ум, давайте подумаем о чем. Что такое ум? Смотрите, ум состоит из характера, из эмоций. Ум состоит из мышления, ум думает. Ум состоит из впечатлений, ум состоит из желаний, воли. Смотрите, мысль находится с левой стороны у человека, вот здесь левого полушария. Здесь же находятся эмоции. Левой полушария – это женскую природу имеет, женскую. Поэтому у женщин сильнее мыслей, сильнее эмоций. Дальше воля и желание – это мужская сила. То есть мужчина, как бы, воля, да? То есть я все смогу, у тебя клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Да? Женщины так не поют, да? Согласны? Ну, то есть воля – это мужская сила, желание тоже, да? Желание. То есть кто кого добивается в отношениях? Женщина или мужчина? Мужчина, то есть он пытается, как бы, познакомиться. У него же желание. Женщина – эмоции, она. Ну, и дальше он ко мне придет. Ну, эмоции, желание. Я иду к тебе, да? Ну, то есть идея в чем заключается? То есть идея заключается в том, что есть мужская часть тела, это правая сторона тела. У женщин – мужчин. Есть левая сторона тела. Есть воля, есть желание. Все это энергия ума. Энергия ума. Человек, когда начинает осваивать умственное пространство, его начинает интересовать искусством. Искусство означает более глубокое восприятие мира. Унылая пора, А чей очарование? Приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданья. Видите, какое глубокое, впечатляющее описание осени? Это энергия ума. Это умственное пространство. Человек разобрался в этом пространстве, и он начал там активно жить. То есть умственное пространство заставляет людей ходить в театр. Там эмоция показана жизни. Ну, в жизни мы так не кричим. Гаспелона! Ну, то есть, все как бы попроще, да? Но когда люди как бы вот все вот так очень гротеск создают, то это очень прекрасно и приятно, потому что от этого активизируется ум. Люди смеются и плачут. То есть они начинают как-то активно жить, просыпаются, да? Они начинают умственное пространство отходить. Я когда зашел в русский музей, я увидел там вот эти вот сосны Шишкина. Я просто обалдел. Я много раз, я в сосновом лесу вырос, я много раз сосны видел. Ну, как Шишкина их увидел? Они такие красивые. И мне эти на фотографии сосны или сосны в лесу не хочется больше смотреть. Мне хочется смотреть живой картины Шишкина, сосны, потому что они обалденные, они очень впечатляют. И Мишка этот, который я там увидел, тоже просто я от него чуть не упал в умы. Почему? Потому что он такой настоящий. Гораздо больше настоящий, чем обычный Мишка. Понимаете, когда человек рисует что-то, вот, он рисует свое восприятие очень глубокое и чистое. И чем картина отличается от фотографии? Тем, что там очень сильно передается ум человека. И поэтому людям нравится настоящая картина. Сейчас начали как рисовать. Берут, фотографируют что-то объект, фотографы, и потом размазывают эту фотографию. Получается картина. Нифига не похоже. Нет ничего там, просто она пустая, холодная. Нет там ничего, нет ума, нет глубины, нет красоты. Потому что не вложена любовь человека. И так, видите, слово ум, бегаем мы как? Просто бегаем мы тупые в этом состоянии. Но когда мы начинаем чувствовать, воспринимать мир, краски мира, в этом уже есть любовь. Любовь — это энергия души. Мы души. И на уровне ума уже душа начинает жить активно. Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Понимаете? То есть, как бы, ну, то есть, уже энергия ума означает уже деятельность человека в этом мире более активная. И человек реально, который живет на платформе Манамай, он реально живет. Понимаете? То есть, более высокая платформа означает искусство, песни, танцы, культура. Человеку это нужно в жизни обязательно. Он не может просто жить одним движением или просто пожрать, спать, жрать, спать и сексом заниматься. Понимаете? То есть, надо более возвышенной жизнью жить. Это дает нам большую раскрытость. Мы люди живые. Понимаете? Живые означают, что есть психические функции. Да? Если говорить дальше, следующая концепция, как ни странно, более возвышенная и глубокая, называется Вигьяна Майя. Вигьяна означает знание, осознанное знание, буквально в смысле слова. Майя означает жизнь. Жизнь, направленная на осознанное знание. Я не хочу просто так жить в этом мире. Я хочу понять, зачем я родился на этот свет. Я хочу понять, зачем нужна моя жизнь. Я хочу понять, в чем высшая цель моей жизни. Я хочу понять, кто такие мужчины, кто такие женщины. Есть жизнь после смерти или нет? Есть Бог или нет? Я хочу все это знать. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Человек должен знать, что такое хорошо и что такое плохо. Есть совесть или нет совести. Это в этом мире есть правда или нет правды. В этом мире есть честность или нет чести. Это называется Вегиана Майя. Эта концепция называется разумное существование. То есть Мана Майя означает умственная платформа. Вегиана Майя означает платформа разума. Теперь, что такое разум? Мы чуть-чуть поговорили про ум, мы вернемся к нему. Ум — это та психическая структура, в которой мы живем. Что такое разум? Это психическая структура, которая управляет жизнью и которая побеждает судьбу. Закон кармы — тема изучения разума — бесполезная тема. Бесполезная тема. Итак, что такое разум? У разума есть три представительства в нашем организме. Есть представительства в области лба, в области сердца и в области паха. Они называются санскритскими терминами определенными. Они называются Шива Гранхи, Брахма, Вишну Гранхи, Брахма Гранхи. Неважно. То есть мы не будем об этом говорить. Просто есть одна зона, узел разума в области лба. Он отвечает за знания человека. В области сердца центр разума отвечает за любовь. И в области паха отвечает за выживание или за вечность. Стремимся к вечности, к жизни. Веда объясняет, что душа, которая находится в области сердца, имеет три типа энергии, которые она хочет всегда иметь в своей жизни. Она никогда не хочет жить без этого. Первый тип энергии — это знания. «Ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди. Желают знать, желают знать. Желают знать, что будет». Понимаете? То есть люди хотят знать. Все люди хотят. Никто не хочет просто так жить. Если человек не знает чего-то, он сильно страдает. Что такое стресс? Стресс — это когда человек теряет жизненную нить. Он не знает, как ему дальше жить. У него теряется цель жизни. На два года. Он может длиться два года стресса. Я изучал серьезную эту тему. Есть целый семинар. Основная причина стресса — человек верен в то, во что нужно верить. Он как бы жил к какой-то идее, и потом она оборвалась у него в жизни. И все, он попал в стресс. Часто люди живут, верят в своего сына, в своего мужа, в свою машину, в свою квартиру. Они верят в то, что остальные все верят. И потому что так все верят. Они перенимают эту веру и живут ей. А потом сильно страдают, потому что это не то, ради чего человек должен жить. Эти цели жизни не являются главными. Тоже цели жизни, но не главные. Видите? Главное, не главное. Едино, что-то ты гонишь. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что мы уже на более высокий пласт жизни переходим. Человек, который находится на этой платформе, он не может просто жить, как все. Ему надо разобраться, что кушать, что не кушать. Как относиться к режиму дня? Как относиться к людям? Можно обманывать или нет? Как в семье жить? Надо быть верным, сохранять семью, или можно менять одного на другого? Надо все это понять, потому что человек знает, что если он это не поймет, он может сильно пострадать в жизни. Его жизнь может быть разрушена. То есть региона Майя, концепция означает, что жизнь человека соткана из знаний. То есть он хочет знать. Это его основная проблема – знать. Если он что-то кушает, он говорит, а через чего это состоит? Я хочу знать. Но когда человек находится на более высокой платформе, он говорит, а кто это готовил? Потому что из чего это стоит? Это химическая платформа. Где это выросла? Это платформа прана. А кто это готовил? Это психическая платформа. Потому что, верно говоря, пища на 50% состоит из психической энергии того, кто это готовил. Проведите дома эксперимент. Возьмите, приготовьте лапшу. Два человека. Одну и ту же лапшу, одна и та же скорость приготовления, одно количество, одно масло, одна соль, все то же самое. Один человек готовит, второй человек готовит. Кушайте 2 разных блюда. Почему? Потому что психическая энергия выложена разной. Иногда в столовую захочешь, начинаешь ехать, и тебя тошнит. Пища свежая, нормально, но тошнит, не хочешь есть. Ты пришел покушать в доме, где траур, кушать не хочется. Ложка вставит во рту. Почему? Потому что там настроение другое. Люди находятся в сознании, в негативе, и трудно это есть. Чуть-чуть подавился и пошел. Знакомая ситуация? Если ешь рядом с алкоголиком, вообще тошнит, может вырвать. Хотя та же самая пища, или ешь в храме, просто чуть-чуть съел, и вот так вот. Один человек, я в Ижевской лекции читал, он ездил на Валаам, и он говорит, я много мест повидал, проехал, очень много мест. И вечером, когда уже было поздно, я сильно захотел кушать, и мне священник один, он растит корову, сам за ней ухаживает, он от этой коровы сам надаил мне молока, и он освященного хлеба мне полбуханки принес. Я когда этот свежий хлеб с молоком начал есть, я начал плакать. Почему? Потому что в него такая любовь была вложена, в этот простой хлеб и простой молоко. Человек просто таких впечатлений жизни не испытывал. Он даже проехал все эти святые места, когда ему дали освященной пищи поесть, это самое большое впечатление в его жизни было. Почему? Потому что пища несет психическую энергию. Понимаете, мы должны это понять. Не надо по столовкам жрать. Видите, меняется концепция жизни, меняется понимание, что кушать и как жить. Потому что мы живем в сознании тех людей, которые готовят. И потом не удивляйся, что у тебя что-то произошло в жизни такое непонятно. Допустим, интересный момент. Женщина нанимает служанку, вместо того, чтобы та прибиралась, она заставляет ее готовить для мужа. Потом что происходит? Муж начинает со служанкой Шуры Мурик. Спрашивается, скотина, почему ты так сделала? Да потому что ты так сделала. Если служанка с любовью и преданностью готовит твоему мужу, то кто ему жена тогда? Ты или она? Ее энергия любви передается, он привыкает к ней. И потом, естественно, что он ложится с ней в постель дальше? Это прямая закономерность того, что произошло. Видите, когда у человека концепция хотя бы мономая развита, человек понимает, чувствует, служанка пускай убирается в доме, а готовить буду я, своему мужу и своим детям. Видите, сразу меняется восприятие мира. Таким образом изучение тонкого тела меняет нашу жизнь коренным образом. Мы должны это знать. Итак, движемся дальше. Концепция Витьяна Майя не последняя, за ней следует. Самая последняя концепция называется Ананда Майя. Ананда означает бесконечное счастье, Майя означает понимание жизни, и эта концепция называется духовная платформа. Когда человек осознается как душа, он испытывает бесконечное счастье, он испытывает бесконечную вечность и бесконечное знание в своем сердце. Смотрите, душа, она источает знание, вот сюда вот, в этот центр разума, источает энергию любви вот сюда, и источает энергию вечности в нижней части тела. Когда человек осознает себя как душу, он сразу же начинает все это чувствовать. Он чувствуется вечным, что он не умрет никогда, у него уже нет сомнений в этом. Он чувствует любовь ко всем. И он чувствует, как надо правильно жить. У него чувство и сердце отойдет. Он чувствует, знает, как надо правильно жить уже и сердце. То есть у него начинает работать совесть. Понимаете, как правильно жить, знать, не означает, все говорят, да я и так знаю, как невероятно. Я знаю, что-то как душа. Пей, гуля, веселись еще. Чего тут знать? Вот, понимаете, то есть знание настоящее, оно не принадлежит человеку. Оно принадлежит кому-то, кто нам его дает. И что такое совесть? Это то, что нам ей принадлежит. Оно сама-сама гложет там внутри. Ты не хочешь, чтобы она тебе говорила, дура, зачем от мужа ушла? Там изнутри что-то говорит. Вот. А и не дура, он сам виноват, да? Не виноват, а он сам ушел. Вот. То есть... Спасибо вам, друзья. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что совесть — это представительство Бога в нашем сердце. Веды говорят, что есть такой объект у нас внутри, в том как теле, называть «сверхдуша». Она имеет следующие функции. Внимательно слушайте. Первая функция — это совесть нашей судьбы. Совесть означает сравнение правды, настоящей правды, с нашей жизнью. Есть правда, а есть жизнь. Если жизнь не совпадает с правдой, начинается совесть. Мучает совесть. Человек грохнул кого-нибудь. Никто не видел, никто не слышал, никто не знает. Помните, бабушку грохнул? Никто не видит, никто не слышит, никто не знает. Но совесть говорит, скотина, зачем бабушку грохнул? Она тебе что сделала плохого? И он ходил, ходил и пошел сам к следователю признаваться, что он грохнул бабушку. Исторический факт. Создал в Достоевстве, да? Ну, то есть он создал эту картину, потому что эта картина живет в нас. Это откликнулось у всех в сердце, потому что это наша жизнь. Мы очень чувствуем этот горький вкус совести всегда. Следующая функция сверхдуши. Ощущение счастья. Если человек живет правильно, надоет счастье ему. Если неправильно, дает ему страдания. Все. Что-то плохо мне жить стало. Какая-то жизнь хреновая. Не знаю, что такое вообще. Изучай, как правильно жить. Не будет хреново. Некоторые люди думают, ну хреново, как бы, что надо делать. Наступила грусть. Что-то пойду, пройдусь. Мне делить не с кем. Это первый способ реагирования на грусть. Это ходить просто. Пошел туда, пошел сюда. Прошелся, вроде легче стало. Второй способ. Телевизор смотреть. Ну, чего телевизор там? Мертвые не потеют. Раз. В 15-ю серию. А непонятно, что никогда не вспотеют. Но грусти меньше уже. Посмотрел, как-то полегче стало. Потому что ты еще живой, а не уже все мертвы. Вот. Человек в сравнении, счастье истыкуют. Дальше. Выпить просто. Залил, раз, хорошо встал, а все. Не надо ничего менять. Так? Это приспособительные функции всегда разрушают жизнь. Единственный способ реакции заключается в том, правильный, чтобы разобраться, почему мне плохо, может быть, я живу не так. Вот это тоже платформа Вегиана Майя. Может быть, у меня жизнь не туда идет, не в ту русло. Не может, надо изучать, как жить правильно. Может быть, у меня скоро жизнь закончится, и я буду потом, будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому мне вот так вот, хреново сейчас. Надо вот это так расценивать, понимаете? То есть, это так советуется в священных писаниях думать о своей жизни, как о чем-то очень важном и ценном. А не просто как о том, что надо телевизор посмотреть, футбол посмотреть, там еще что-то, испортить вот так. А чтоб не было мучительно больно выпить перед этим. Потому что когда выпил, он, совесть спит в это время. Сначала ее усыпил, потом сам спать. Вот. То есть, дальше, следующая функция, сверхдуши. То есть, счастье, да? Чувствовали иногда так, раз, из сердца, счастье такое. Кто чувствовал поднимитель? Ну, пожалуйста. Все знают. Следующая функция сверхдуши. Это функция, объект рассуждений ваших. То есть, не то, что я вам навязываю с этим, просто подумайте об этом. Ученые говорят, что в теле все работает автоматически. Мы к этому привыкли. Но автоматически все клетки все усваивают. Там сложнейший, миллиарды всяких процессов, синхронно происходит в нашем организме. Вот. Когда ученый исследовал клетку один американскую, он сказал, я, говорит, не верю, не верю, что эта клетка сама создалась. Легче, говорит, Боинг создать из груды металлолома, чтобы он сам создался, чем клетка сама создастся. Это сложнейшая структура. Завод, он на двухмерном пространстве создается. Просто площадь выбирается, черпится, чертешь. И сложнейшая эта структура завода делается, а клетка сложнее, чем завод, создана в трехмерном пространстве. Там со всех сторон идет процессы. И так же происходит во всем нашем организме. Веды говорят, этим занимается свет душа. Представительство Бога в нашем сердце регулирует все, что происходит у нас внутри. Но так как мы не хотим верить в Бога, поэтому не хотим признать этот факт, что там все происходит не случайно, а закономерно. Некоторые люди вообще думают, что я сам это все контролирую. Хорошо, если ты сам все это контролируешь, глотай огурец. Глотаю. Дальше где он? Чувствуешь? Пока нет. Дальше он пошел, пошел, пошел. Мы не знаем, что там происходит с ним, но в какой-то момент оп! Я надеюсь, что у вас как бы сейчас этого нет. Иначе очень сложно лекции слушать. Потому что что-то изнутри говорит, беги быстрее, у кого будет неудобно сидеть, пойдет запах. Знаете, то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что сверхдуша регулирует все процессы в организме, но интересным образом она это делает. Она дает нам столько счастья жизни в этом теле, сколько положено. Допустим, пришло время, ты сделал какой-то плохой поступок, и тебе нужно лишиться функции правой руки, ее парализуют. Что значит парализуют? Сверхдуша не контролирует этот функций. Ты не можешь поднять. Ты думал, я могу поднимать, а потом, оп, я не могу поднимать эту руку. Все. Бабушка пришла к врачу, бабушка сколько лет? 80. Какая жалоба? Не мочусь. Бабушка тебе 80 лет, кончилась мочация. Вот, то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что какие-то функции перестают работать без нашей воли. И мы не поймем понять, не может понять, в чем дело. И вот здесь включается кунт кармы, языка на мерности. Например, мужчина постоянно думает о сексе, думает, думает постоянно о сексе всю жизнь. У него картинка вот эта вот постоянно в голове стоит. И нос в окну слезу рукой, и снова вижу образ твой, Мадонна. Постоянно он видит этот образ, как бы не может никак отлечься. Сексом с ней занимается постоянно. Ну, как действует карма? То есть энергия идет вниз вся. Она скапливается в определенном месте, вся энергия. И там создаётся жар. Этот жар вызывает улетит, трит, простатит и импотенцию, в конечном счете. Так как современная наука не учитывает эту идею манамайи, то есть что есть ум, который управляет здоровьем человека, то они говорят простатит от того, что ты мало сексом занимаешься. Надо больше заниматься, чтобы простатит и не было. Так все наоборот, надо поменьше об этом думать, чтобы простатит и не было. Потому что секс, почему ты болеешь? Потому что вся энергия туда идет. О чем человек думает, туда энергия. Проверьте. Сейчас подумайте о животе своем. Кушать захочется сразу, и на течет. Думаешь, что жертва сразу пошла свою на врук. Почему так происходит? Потому что о чем мы думаем, туда идет энергия. Тогда значит надо, чтобы простатит и не было, надо меньше об этом думать. Думать о чем-то возвышенном. Пускай тебе хотя бы острова снятся и удивительные страны, а не голая женщина. Значит ты уже болеешь. Значит твоя карма, судьба пошла не в ту сторону. Тебе надо подумать, контролировать как-то себя и как человек может себя контролировать только с помощью разума. Только с помощью разума. Итак, смотрите, есть энергия разума. Как человек становится разумным? Сейчас объясню. Допустим, я там живу как хочу, да, у меня все нормально, я говорю, я свободный человек. Хорошо, свободному такому человеку я хочу задать вопрос, а ты можешь жить не как хочешь? Ты можешь жить по правилам по каким? ну, то сложнее. Это значит, ты не свободный, ты раб своих желаний просто, все. Ты не свободный человек, ты не можешь избавиться от курения, пьянства, ты не можешь не гулять, ты раб своих желаний, ты не свободный, свободный тот, кто может укротить себя. Ему, допустим, захотелось, он полюбил, да? Эх, яблочко, это на тарелочке, надоело мне жена пойти к девочке, да? Эх, яблочко, да, то есть, эх, пошла жизнь нормальная, вот. Ну, если ты свободный человек, у тебя есть жена, есть маленькая дочка красивая, с зелененьким таким бантиком, вот, есть красивая жена, красивая дочка, зачем тебе нужна эта девочка? Зачем? Ну, она красивее, допустим, но это же все временно, а жена с девочкой это твои близкие люди, зачем тебе нужен этот человек другой? Ты не знаешь вообще, что с ним дальше будет, как он с тобой будет жить, ничего не знаешь, а жена уже нормально с тобой живет, зачем тебе это надо? Да? Но он не думает об этом, он просто идет, почему? Потому что он верит вот этому мимолетному чувству, которое на него навалилось, это означает бесконтрольность. Скажи себе, нет, я хочу остаться в семье, не могу, не могу себе сказать, почему? А потому что никогда не пробовал, не тренировался так жить. То есть, когда человек не тренировался, ограничивать себя в чем-то, он может все, что угодно сделать в жизни, его жизнь может куда угодно повернуться, и потом он будет хлебать, не солоно, он будет плакать горькими слезами вспоминать это событие в своей жизни, когда он ушел от своих собственных любимых людей. Видите, жизнь без разума очень печальна. Неразумное существование это печальная жизнь. Веды говорят, что если человек не встает на эту платформу в жизни, в регианномайя, судьба его не будет никогда счастливой. Невозможно жить счастливо на платформе наномайя. Тем более, про наномайи, анномайя. То есть, просто тем, что ты кушаешь, обороняешься от всех, вот так вот живешь, как фильм показывает, да, такой фильм. Или есть фильм так, понимаете, и он выжил, выжил как он. Люди смотрят это все. Какая-то концепция. Да, правда, мой страх просто и движение. Теперь другой фильм. Российская рулятка, жестокая игра, российская рулятка, или гусанская там. Да любит до утра. Это уже маномайя, просто эмоции. Просто эмоции, понимаете? То есть, человек просто наслажден, ну, как, надо какие-то эмоции, да, включить. Любовь должна быть обязательно, должны быть слезы какие-то, да, но вот как люди эти живут, допустим, с легких паром, просто эмоции. А если поразобраться поглубже, о чем люди поют? О чем люди поют? Со мной, вот что происходит, ко мне мы старые, ты к ней ходит, а ходит праздная суети и постоянная неделя. Так ты, моя хорошая, замуж тебе надо выходить, какие другие ходят к тебе? И надо замуж уже выйти, пора уже, сколько лет-то? Какие другие к тебе ходят? Тебе уже такой возраст. Ну то есть, смотрите, моя концепция, живем как можем. Надо замуж выйти и живи, живи как человеческий, знаешь, живи. Понимаете, да? Человек наживался как свинья, перепутал город, ворвался в другую квартиру и познакомился с другой девушкой, у него хотя невеста уже была, она его ждала. И так он к ней не вернулся, к ней невеста-то остался с этой. А ее хороший мужик Ипполит Матвеевич остался один. Она его тоже любила, почему-то с этим дураком остался пьяным. И все радуются, такой фильм классный. Это концепция Мономая. То есть, что это значит? Есть бы просто чувства, эмоции, никакого смысла, высшего смысла нет никакого. Просто чувства эмоций. 99% фильмов сейчас Мономая, платформа Мономая, чувства эмоций никакого смысла. Фильм острых. Есть смысл. Да? Есть смысл. Некоторые исторические фильмы есть смысл. Фильм острых. Есть смысл. Большинство фильмов смыслов. Почему? Потому что нет идеи, что человеку нужно что-то выше. Этот весь кинематограф думает, что людям просто нужно наслаждаться. Когда мы предложили сделать передачу на центральном телевидении «Мы хотим быть вместе», очень серьезный продюсер со мной работал из Москвы, очень серьезные пиар-мейнджеры, очень много серьезных влиятельных людей подключилось. И знаете, директора телекомпании сказали, что это не рейтинговая передача. То есть, людям ни крена не надо быть вместе. Надо им показывать скандалы всякие там, всякую фигню, а вот быть вместе не надо показывать. Не рейтинговая, неинтересная. Понимаете, то есть, идея в чем заключается? В том, что мы страдаем от того, что у нас нет правильного восприятия мира. Мы не дотягиваем до той концепции, которая приносит счастье. Счастье, жизнь, счастье означает жизнь по совести. Если нет совести, нет счастья. Понимаете, надо в этом разобраться, что значит жить по совести. Это очень важно. Итак, давайте разбираться. Смотрите, веды объясняют. есть в тонком тереума интересная структура. Она находится в центре сердца и называется Мохабхага на санскрите, не запоминайте. Она называется по-русски «глубинная память» или «память о поступках наших прошлых жизней». То есть, эта структура интересно описывается в священных древних писаниях. То есть, есть в Пантаджаре йога сутра произведение, там описывается, что ум делится таким образом. То есть, если взять природу ума на срезе, да, то сверху находятся волны. Сравнываются с озером. Ум сразу с озером. Озеро ума. Сверху находятся волны. Волны – это наши мысли, эмоции, воля и желания. То есть, это то, что мы сами чувствуем в себе. То есть, самая поверхность ума мы чувствуем. Да? Следующая, дальше идет вода, толща воды. Верхняя часть воды – это наш характер. Мы его тоже чуть-чуть чувствуем. Настроение очень рядом с умом находится. Дальше подсознание, характер, то, что выходит наружу. Я не знаю, зачем я ему так сказала. Что-то из меня вылезло. Ну, то есть, характер – это то, что дальше находится. Да? И это то, с чем мы живем. Люди воспринимают себя как мысли и характер. Все остальное они не знают про себя больше ничего. Но это надо хотя бы теоретически изучать, потому что, веды говорят, теоретическое знание заставляет человека настраиваться на это и познавать это на тонком плане сначала. Потом приходит явное знание. Надо хотя бы на тонком плане узнать, что следующая часть толщи воды – это та часть воды, в которой, воды ума, в которой происходят процессы регулирования, регулирующие наше здоровье. Вот средняя толща воды ума – это то место, где наша психика полностью контролирует все функции организма. То есть, через наши психические функции все это происходит. Поэтому говорят, что все болезни от характера одна от удовольствия. Я когда, как раз болезни изучал, мне этот преподаватель, профессор сказал, запомни все болезни от ума и одна от удовольствия. И мы именно эту будем сейчас изучать. Кожаных венерические заболевания. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что средняя часть вот этого – мы не знаем там, что происходит, но ум контролирует здоровье. Должны это понять. наша психика контролирует здоровье. Дальше следующая часть тонкого тела ума. Интересно уже. Самая нижняя. Самая нижняя связана с тем, внимательно слушайтесь, с тем, как на нас реагируют окружающие люди. Оказывается, оказывается, что психическая энергия от нас быстрее доходит до других людей, чем до нашего ума. Вот, допустим, ни одна девушка не знает, почему она такая привлекательная. Она просто знает, что она привлекательная. Потом она смотрит, что уже меньше привлекательная. Потом еще меньше. Но каждая девушка знает, что она привлекательная, не знает почему. Она не знает, что именно привлекает в ней. Она догадывается, но точно не знает. Почему? Потому что эта сила исходит от нее. И она ведь только отражение. Она ведь оп, клюнул, оп, не клюнул. То есть клюнул, значит, любит. Значит, надо интересоваться этим человеком. Не клюнул, значит, пошел нафиг. И так дальше живем. Вот. То есть, видите, то есть изучаем реакцию. А бывает такая реакция, живем уже с человеком, бац, я говорю, я тебя не люблю. Это вообще неожиданно. Любил-любил, бац, говорит, у меня что-то холод к тебе. Я думаю, скотина такая, на тебя столько жизни потратила, ты меня неужели, холод у тебя внутри. Так вот, знаете, этот холод, это ваша сила, идущая к нему в сердце. Это моя сила, идущая к нему и вызывающая такую реакцию. По-другому быть не может. Пытайтесь понять. Сейчас мы будем с вами детально и серьезно изучать этот закон. Закон КАМА. Почему меня выгоняют с работы директор завода? От меня исходит сила, которая заставляет его выгонять. Теперь, что делать? Надо каким-то образом сжечь или нейтрализовать эту силу, которая от меня исходит, чтобы директор завода меня не выгнал. Если я не смогу это сделать, он выгонит. Если смогу, не выгонит. Теперь, как сжечь или нейтрализовать эту силу? Об этом у всех священных писаний говорится. Смотрите. Первое. Принять судьбу. То есть, меня выгоняют с работы. Значит, так надо. Первое. Принять судьбу. Второе. Смотрите. Когда я принял судьбу, означает, что это значит? Что это значит? Что я начал контролировать ситуацию. Допустим, я, допустим, тону, да? Тону. Первое, что надо понять, я тону. Если человек это не понимает, то он будет дальше плыть. Он будет плыть все тяжелее, тяжелее, тяжелее ему плыть, но он дальше плывет. Почему? Он говорит, да все нормально, я не тону. Он к яму, допустим. И он так и потонет, и не заметит. Но когда человек понял, я тону, что он будет делать? Он будет что-то другое уже делать. Он не будет плыть туда же. Он может назад поплывет. Понимаете, о чем я говорю? Надо понять ситуацию. От меня уходит муж. Некоторые люди понимают, когда он уже ушел. Но как можно понять ситуацию, когда ты ее принимаешь? Все подружки говорят, слушай, муж что-то на тебя уже не смотрит. Да смотрит, все нормально. Нет, не смотрит. Да смотрит, он меня любит, все нормально. Так ты слушай то, что тебе говорят. Послушай то, что тебе говорят, это же важно. Раз приняла ситуацию. Почему не принимает? Потому что я верю, что у меня всегда будет все хорошо. Это позиция Страуса. Сейчас объясню, это ведо объясняет эту концепцию. У меня все хорошо. Со Страуса погнался тигр. Страус видит тигра. Тигр бежит на него. И так как у него все хорошо, он голову в песок пускает, и тигра не видно. Но он страус не понимает, что тигру не нужна твоя голова. Ему нужна твоя, за которую он укусит. Видите, когда человек не принимает судьбу, не хочет ее видеть. Получается, всегда идет тот же результат. Судьба кусает его не за голову. Для того, чтобы судьба укусила за голову, для этого надо ее голову открыть для судьбы. Сказать себе, да, я принимаю судьбу. Да, я заболел. Надо лечиться. Да, от меня уходит муж. Да, меня выгоняют с работы. Надо сначала отрезветь, принять. Это горький вкус. Горький вкус, но надо принять. Да, я старею уже. Мне не надо ходить в короткой юбке. Надо как-то поменять наряд. И не надо уже натягивать щеки на шею. Делать моложалый вид. Мне уже 70 с лишним. Надо имидж менять уже, да? Принять этот факт. Сать, допустим, некрасивой, приятной дамой, а, допустим, взрослой женщиной хотя бы. Ну, 70 лет уже взрослая женщина, да? Не молодая. Итак, это важно. Потому что если человек так не делает, то он не может избавиться от стресса. Противоречие, которое возникает снаружи и изнутри, оно убивает жизнь. Итак, первый шаг — это принять судьбу. Что происходит в это время? Давайте говорить с позиции энергии. То есть есть энергия, которая выходит из меня и заставляет начальника завода выгнать меня с работы. Я, когда принимаю судьбу, я начинаю анализировать эту энергию. Она входит в пространство моего восприятия. Я принимаю, что это мои проблемы. Не начальник — дурак. А я принимаю, что это мои проблемы. Меня выгоняют с работы. Не начальник выгоняет, а меня. Следующий шаг. Когда человек принял проблему, он должен понять, как сделать так, чтобы у начальника было другое впечатление обо мне. И все священные писания на этот счет отвечают. А священные писания — это то, что нас учит жизнь. Это как раз то, что разбирает жизнь глубже, чем просто пожрать, поесть и поспать. Понимаете? То есть они говорят, попытайся полюбить этого человека. Простить ему. Как полюбить? Простить, принять, понять. Допустим, он меня выгоняет, потому что я неэффективна на работе. Но я прощаю, я согласен с этим. Я прощаю, я принимаю. Он хороший человек, он хочет, чтобы эффективнее все было. А я этого не понимаю. Я делаю не так, как надо. Я работаю не так, как надо. Сразу возникает мысль, может, мне надо в другом месте работать, а не держаться за эту работу. И сердце дальше начинает с тобой контактировать. И она говорит, нет, тебе надо в этом месте работать. Но у тебя сейчас плохая судьба, и поэтому он на тебе плохо думает. Видите, когда человек начинает вот так жить, он принимает ситуацию, он дальше начинает общаться с совестью со своей. И она ему говорит, или так поступает, или так. И человек уже согласно совести действует. Или он пытается остаться на заводе, или он уходит с него сам. Видите или нет, что есть свобода выбора. Когда человек не принимает ситуацию, он тупо действует в одном направлении. Начальник скотина, я все равно останусь на работе. Держим голову в песке и чувствуем боль с одного места и тех же. У нас сейчас голову высунут, посмотрите, кто укусил котяда для начала. Может, что-то можно сделать? Плюнуть ему по башке, допустим. Но это с позиции страуса. Человек должен по-другому поступать. Веды говорят, есть предварительное действие, которое происходит на тонком плане. Если человек ничего не предпринимает, наступает грубое действие, которое уже очень трудно менять. Одна мне женщина сейчас в Иркутске задала вопрос. Олег Геннадьевич, если мой муж уже гуляет с другой, и у них уже родился ребенок, что делать? Я говорю, делать надо было чуть-чуть раньше. Чуть-чуть раньше делать надо было. Сейчас эти вопросы уже поздно задавать. Надо говорить, что не делать теперь. Они что делать? Итак, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что у нас все в наших руках. Мы должны разобраться с ситуацией. Веды говорят, есть четыре типа кармы. Попытайся это понять. Четвертый никто не хочет признавать. Никто. Четыре типа кармы. Первый тип кармы. Легкая карма. Легкая карма означает, я могу ситуацию решить своими силами. Ребенок заболел, дала лекарство, вылечился. Легкая карма. А если ребенок тяжело заболел, сильная температура, дала лекарство, вылечился. Легкая карма. Дальше. Ребенок заболел, дала лекарство, не вылечился. Но у него просто насморк. Насморк не проходит. Месяц, два, три. Прошла к врачу, дал лекарство, вылечился. Карма средней тяжести. Хоть как это выгрожается, но эта карма средней тяжести, потому что своими силами не преодолевается. Дальше. Тяжелая карма. Ребенок заболел, пошла к врачу. Сама попробовала, не получается. Пошла к врачу, не вылечился. Пошла в храм. Начала молиться. Почувствовала, куда идти лечиться. Контакт с Богом дал знания. Пошла лечиться туда, вылечилась. Пример. У нас это называется тяжелая карма. Тяжелая означает преодолимое. Вот. Я был на передаче, была передача «Времечка» такая. И на этой передаче мы обсуждали лечение тяжелых заболеваний. Там рак, там различные заболевания. И какие факторы как бы помогают их вылечить. Они не излечены. Трудно вылечить. Но что-то помогает иногда. И собрались врачи. И одна женщина рассказала историю интересную. Она заболела неизлечимым заболеванием. И она начала молиться. И в сердце, во сне, она увидела, что ей надо ехать в какой-то храм в Европе. Что там есть гостиница при храме. Она должна там жить две недели, молиться, и тогда она вылечится. Вы представьте, как человек может подуть. Какой бред. Она проснулась. Начала, взяла карту. Начала изучать. Оказалось, что есть такой храм. Что есть такая. Там есть гостиница. И можно даже там остановиться. Она взяла визу, созвонилась. Приехала на две недели и вылечилась потом. Представляете? У нее прошла болезнь. Там пожила две недели и вылечилась. Это факт, который я слышал своими ушами. Называется тяжелая карма. Она преодолевает с помощью добрых людей, с помощью священников, с помощью веры и молитвы. Допустим, муж ушел. Муж начал уходить из дома. Попросила остаться. Не среагировал. Друзья попросили вернуться. Не вернулся. Начала молиться. Вернулся. Тяжелая карма. И есть еще один вид кармы, который люди никогда не хотят принять. Они никогда не согласятся, что это их судьба. Это непреодолимая карма. Бывает такая карма, что точка ставится на человеческой судьбе. Точка. Никогда не вернется. Ты заболела неизлечимым заболеванием. Никогда человек не может с этим. Он лечится за последнее. Но что нужно делать? Если человек заболел, неизлечимый заболевание. Нужно заняться другими вещами. Нужно менять платформу своей жизни. Чем выше платформа, тем качественнее будет следующая жизнь. Когда человек чувствует, он уже не может вылечиться. Он должен просто молиться. Я вам говорю, например. В Индии есть святые места. И так воля судьбы. Иногда там пытаюсь помочь людям. У меня был такой пациент. Он был очень возвышенный духовный человек. И он заболел раком четвертой степени. У него опухоль крови была. И его дочка. У него уже он лежал. У него был бессознание. У него два метастаза было в голове. И он ничего не соображал. Дочка попросила ему помочь. Я начал с ним заниматься. И привязывал кору к его телу. Кора иногда помогает при опухолях. Это я перенял у одного врача из Индии. Он в Южной Индии. Привязывал кору к тем местам, где рак. И рассасывались опухоли иногда. То есть я начал тоже это изучать. Я взял, начал привязывать ему кору. И у него начали рассасываться эти метастазы. Два метастаза в голове рассосалось. И он ожил. Начал все воспринимать. Начал молиться. Начал активно жить. И так у него дальше рассасывались метастазы. И в какой-то момент он был настолько истощен. Хотя у него уже много опухоли почти не осталось. И он сказал мне. И он почувствовал, что он не может ни есть, ни носить кору уже. То есть у него нет сил. Хотя он выглядел нормально. Свежим здоровым человеком. Физическая энергия кончилась. И он сказал мне. Я сейчас буду молиться. Мне надо понять. Я должен жить. Или Бог хочет, чтобы я ушел. Он говорит, пока я не буду лечиться, я должен понять это. И он сел. Начал молитву вот эту, которая дала ему знания. Знание пришло в сердце, что он должен уйти из этого мира. Такого было знания. И он тогда сказал мне. Спасибо. Я тебе очень благодарен, потому что ты дал мне возможность уйти из этого мира. Со знанием. Со знанием. И он начал молитву. И трое суток постоянно он жил в молитве. И ночью на третьи сутки в присутствии множество людей возвышенных. С улыбкой на лице. В полном сознании он оставил этот мир. Это такой уход из жизни считается очень возвышенным. Когда человек в сознании с улыбкой на лице оставляет этот мир, он уходит на высшие миры. Когда человек, метаясь от горя, присутствует родственников, оставляет мир. И хочет доделать то, что он не доделал, он уходит в средние миры. То есть в мир людей. И когда человек оставляет этот мир в бессознательном состоянии, испражняется под себя с воплем, то он уходит в низший мир. Итак, мы с вами изучаем серьезную науку. Так? Вы согласны? Науку о жизни. То есть мы сейчас учимся жить. Закон Карна. Видите, это слово «закон» означает, что есть закон какой-то, который мы должны соблюдать. Мы даже не знаем, что об этом законе. Как же мы будем его соблюдать? Итак, начальник, вернемся к начальнику завода, который меня хочет выгнать. Я сначала приняла ситуацию, первое, что я сделала. Второе, я начала его прощать. Я его простила. Что это значит буквально в смысле слова? Смотрите, я его простила, это значит, что я уже влияю на ситуацию. Я не могу простить. Я не могу простить. Тогда пользуйтесь той силой, которая даст тебе возможность простить. Для этого рекомендуется следующее. Берем изображение святого человека, который обладает силой менять судьбу. Святой означает излучающий свет. Что значит излучающий свет? Это значит, живущий не для себя, дающий возможность всем получить благодать Божью. Да? Человек кланяется ему. Когда мы кому-то кланяемся, перенимаем от него силу. Если мы крутые, то там сила не нужна. Да? Если мы кланяемся, значит нужна. Поклоняемся святому человеку. Я хочу научиться жить, как ты. Помоги мне разобраться в своей судьбе. Дай мне силы справиться. Дай мне знание, что мне делать. Остаться на работе, уходить. И у меня нету самой знания. Помоги мне. Дай мне знание. В том сердце появляется первое чувство, первый признак. Вот это поклонение святому появляется в сердце спокойствие. Спокойствие означает, уйду я с работы или не уйду. Не имеет никакого значения. Я должен просто понять, как жить. Я начинаю дальше поклоняться святому. И в сердце появляется строй с этим начальником в своем сердце отношения. Строй. Все будет хорошо. Или уходи, ничего не получится. И то, и другое хорошо. И то, и другое хорошо. Понимаете? Или ты будешь жить. Или твой час пришел. И то, и другое хорошо. Потому что эта информация дает понимание, что делать. Или я выживаю, или я дальше уже готовлюсь к следующей жизни. Примите это. Примите, мои хорошие. Если вы не примите, не будет счастья в жизни. Человек должен сначала понять, что делать. Не факт, что тебе надо обязательно пытаться мужа вернуть. Не факт. Молись святому человеку, чтобы он в сердце дал тебе знание, что делать. Иначе ты просто умрешь от этого напряжения. Иначе просто крыша съедет у тебя. Когда человек против судьбы идет, он не может ничего. Он просто убивает себя. Понимаете? Как это сверхнаглазь бежать навстречу поезду и кричать, уйди с дороги. Да? Но не уйдет он с дороги, он поезд. Он тебя раздавит просто. Если непреодолимая карма действует, человек должен это понять, что это непреодолимая карма, принять правильное решение по отношению к ней. Но она может быть не непреодолимой, может быть все будет хорошо, разберись с этим, начни молитву, начни свой разговор со своей совестью. Через разговор с совестью веды говорят, осуществляется только через святость. Так как святости внутри нет, одни грехи там есть. Возьми священное писание, возьми святого человека, возьми священное слово. Три проявления святости. Священное писание, священное слово, или имя Бога, или молитва, и также святой человек. Некоторые религии не практикуют на образ медитации, мусульманские, но кто-то медитирует на священное писание, на святое слово. Понимаете? Все эти три практики дают один и тот же результат. Человек начинает понимать, как жить дальше. Спасибо. Как жить дальше? Два месяца назад в Новосибирске открылся Центр Духовного и Физического Развития Таттва. Таттва означает «знание». Если вы заинтересовались этим знанием, это не реклама, а просто полезная информация. Хотите, приходите. Центр занятия аэрбедой, то есть аэрбеда означает «наука о жизни». Есть ирогические врачи здесь, Новосибирске хорошие, могут древнюю медицину лечить. Кулинарные курсы, консультации астролога. Астролог – это тот, кто говорит о жизни, о судьбе. Психолога, проведение лекций, семинаров, тренингов. Вся информация проектов. Все. Ну ладно, так, надо сказать об этом. Итак, дальше движемся. Когда человек контактирует со святостью, в своей вере, в своей вере, не надо никогда менять веру, только в своей вере, контактирует со святостью. Уже есть же отношения, зачем что-то менять. Контактирует со святостью. Тогда в этом случае происходит знание о том, как дальше жить. Это знание находится в сердце. Человек не должен метаться. Допустим, что-то произошло необычайно в жизни. Садись и начни этот разговор с чистотой в своем сердце. Начни его для того, чтобы ты получил возможность успокоить свое сердце и понять, как жить. Ни психологи, ни астрологи, ни шаманы не помогут вам. Поможет только сердечный разговор. Если есть наставник живой, значит, он может дать такое знание. Если нет, значит, хотя бы с иконы должен кто-то дать тебе знание. Понимаете? Знание может дать секунду. Почему? Потому что есть тонкая связь, невидимое. Но говорили об этом? В каком бы объекте ты ни думал, на этой земле он находится или нет, ты немедленно соприкасаешься с этим объектом, как думаешь о нем. Сверх. Смотрите, функции разума какие? Мы говорим о разуме сейчас. Первая функция разума. Разум имеет цель жизни. То есть цель жизни – это функция разума. Человек стремится куда-то. Зачем нужна цель жизни? Объясню. Ум всегда хочет счастья. Он всегда хочет счастья, постоянно требует. Хочу счастья, хочу счастья. Даже для того, чтобы просто заснуть, надо чуть-чуть счастья. Понимаете? Невозможно заснуть без счастья. Человек не может заснуть. Он метает, метает. Почему? Потому что нет счастья. Ну хотя бы чуть-чуть. Ну хоть что-то, кто-то меня любит. Вспомнил, кто-то любит. Все, уснул. Хочет чуть-чуть счастья, понимаете? Ну то есть ум хочет счастья. Кто даёт счастье уму? Два объекта дают счастье. Первый объект — это в озере ума. Мы говорили, карма действует. Снизу самого озера бьёт по мозгам, все вокруг. Так снизу ещё ниже, то, что бьёт по мозгам, ниже входы находится ил. Вот этот ил озера ума. Там находятся кармабасаны, то есть узелки кармы. Этот ил озера ума. Вот здесь, в центре сердца, находится это ядро психическое, энергетическое, которое окружает душу. Это ил озера ума, и есть наша судьба. Оттуда выходят эти импульсы, которые влияют сначала на окружающих людей и меняют наши отношения с ними, потом на наше здоровье, а потом только до наших мозгов доходит, что произошло. Понимаете, нет идеи? Смотрите, сначала карма действует на сперматозоид, потом на инциклетку, и потом только через месяц женщина узнает, что я беременная, оказывается. Только через месяц. Видите? То есть карма, она изнутри внаружи идёт. То есть уже произошло. Но узнаём позже. Уже муж пошёл уходить. Узнаём позже. Неожиданно для себя. Так действует карма. Любовь негаданно наглянет, когда её совсем не ждёшь. И каждый вечер сразу станешь так удивительно хорош, и ты падёшь. Да? Неожиданно всё происходит. Карма действует изнутри. Наш природ, что есть, мозги ещё не знают об этом. Любовь негаданно наглянет. Мозги ещё не знают, но узелок кармы, карма-васана, уже вышло в толщу воды. Уже вышло. Масло уже пролито на рельсы. Помните? Мастер мы говорим. Масло уже пролито. Трамвай уже готовится. И ты поёшь сердце, тебе не хочется покоя. Ну то есть идея в чём заключается? В том, что когда узелок кармы выходит на рушу, человек ещё ничего не знает. Но начальник уже не любит его. Потом, когда он узнает, то у него почему-то сердце начинает колотиться, что начальник не любит, он думал, что это нехорошее. Иногда слухи до нас доходят, мы не реагируем. Они иногда доходят, но у нас начинает содрогаться всё внутри. Чувствует карму. Она действует, как домой уход меч. Да? Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, всё мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Да? Так происходит, да? Неожиданно, да? Долго-долго плыл на морях, знаю, это было не зря. Хорошая карма пришла. Всегда хочешь, чтобы хорошая приходила, плохая не хочется. Не напрасно было. Итак, движемся дальше. Карма-басана, как-то есть, узелки кармы, которые влияют на судьбу, действуют на нас. Как же они выходят наружу, скотины? Чего им там не сидится, а там внутри? И это объясняют, они говорят, на них действует пространство. Пространство. Смотрите, как интересно пространство действует. Мы вообще не думаем, что оно пространство как-то действует. Но оно действует. То есть идея, в чем заключается? Идея заключается в том, что... Пять машину, что ли, да? То есть идея, в чем заключается? Идея заключается в том, что даже стороны света действуют. Вот, допустим, как веды описывают, что когда на запад сознание направлено, на запад, Увеличивается материализм в жизни. Там больше будет работы и занятости, меньше любви. Если сознание тянет на восток, там будет больше любви, меньше работы и занятости. Когда на юг сознание направлено, там будет больше суеты и проблем. А когда сознание направлено на север, там будет больше тонкого восприятия мира. Понимаете? То есть каждое направление нашей жизни, допустим, поехала жить на запад. Работы много, счастья нет. Поехала жить на восток. Счастья есть, работы нет. Поехала на юг, заболела. Поехала на север, замерзла. Да? Куда головой спать? Куда головой спать? Ну, я думаю на восток самое лучшее. Остальные вещи у меня немножко расходятся. Я не хочу об этом сейчас углубляться. Ну, восток точно, сто процентов. Головой спать. Итак, ну это не мелочи. То есть головой спать нам сейчас не надо. Главное, чтобы спать. То вообще можно не заснуть. Закон кармы, изучаем. Вот, то есть и так движемся дальше. Смотрите, веды говорят, что в пространстве... Древние ученые разделили пространство на 12 частей. Они заметили, что все пространство находится в таком диске. То есть все планеты Солнечной системы, они в диске находятся, как в плоскости в одной. То есть не в таком объеме, а в диске. Да, его назвали плоскостью зодиака, этот диск. И разделили на 12 частей. Каждая часть по 30 градусов. Ученые премии заметили, что в 30 градусах, когда планета движется, сильно изменяется ее энергетика. То есть характер планеты меняется в неузнаваемости за 30 градусов прохождения. И поэтому плоскость зодиака разделена на 12 частей. Сделали 12 знаков зодиака. Так они начали изучать, как действует пространство на человека. А мы говорим, что они дураки. Видите, получается, что не они дураки, а мы. Потому что мы не знаем всех этих вещей. Это же серьезно все. Итак, они начали изучать, что когда планета... Есть разные категории планет. Допустим, Сатурн очень тяжелая планета. Она каждые 30 градусов проходит за 3,5 года. И она больше несет энергии судьбы, потому что в каждой точке пространства больше находится и больше Кармавасан вышибает из сердца. Что происходит по факту? Происходит то, что планета имеет свой характер, соприкасаясь с характером пространства, попадает на характер человека. Понимаете, у нас внутри есть поступки и желания, которые мы совершили в прошлой жизни. Там ничего не забывается. Никто не забыт и ничто не забыто. Понимаете, там ничего не забывается внутри. И когда Кармавасана вышибает, когда характер планеты вышибает кусочек кармы изнутри, то начинается движение вот этой умственной энергии, которая приводит к возбуждению пространства окружающих. А если у многих людей сразу одновременно выживает, то наступают неизменимые изменения пространства, и люди настраиваются одновременно, коррективно определенным образом. Так, допустим, пространство изменилось, и целая нация решила, что надо всех убивать для того, чтобы доказать, что мы арии, а все остальные козлы. Но целая нация так началась, и появился лидер этой нации, который вел себя очень сильно, мощно и способен был уничтожить всех вокруг. Понимаете, так действует энергия времени, пространство. Так, смотрите, что произошло. В какой-то момент времени это началось. До этого было тонкое действие, никто не верил. Потому что, когда настоящая беда приходит, она первая, что делает, первая беда, что делает, она кудрит все мозги. Вот когда, допустим, все орут, 12-й год, 12-й год, скоро всех обрем, это значит, что ничего не будет, согласно ведом. Потому что, когда приходит беда, она приходит всегда со спины, ее не видно. Настоящая беда приходит неожиданно всегда, со спины, ее не увидишь. Когда все орут, значит, ничего не будет. Смотрите, что произошло. Советская страна развивалась, и это лето было очень прекрасно. Одна из песен настроения, передаем настроение, которое было у людей перед войной, перед собой. Воспаленное солнце, тихо с миром прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Видите, какая благодать, да? Такая энергия, такое счастье идет. Люди были очень расслаблены. И они не верили, что немцы специально для России пришли к границе. Что они там специально для нас скопили свои войска. И уже на следующий день, да? Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, да? То есть уже самолеты долетели, да, под Москвой, бомбили. Представляете, как все меняется быстро? В одну секунду. То есть на внешнем плане все меняется в одну секунду, а на тонком плане, когда события тяжелые готовятся, никто и не подозревает, что будет. Так действует непреодолимая карма, неожиданно приходит в нашу жизнь. И как это происходит за счет влияния планеты? То есть планеты движутся, и у всех вместе раз, кармавасаны вышли, все вместе, сознание перестроилось. Как определить, что будет тяжелая судьба? Как определить, допустим, что будет война? Вот как это определить? Есть признаки? Например, первый признак. Какая-то страна начинает по-другому себя вести во всем мире. Люди сильно объединяются в ней. В этой стране как бы происходят такие процессы очень мощного как бы такого развития, мощного объединения. Появляется сильный лидер, который со всеми начинает всем кулак показывать, стучать ботинком по столу. То есть это означает, что страшно, что-то происходит. Понимаете? То есть, да это все жили спокойно, не было сильных стран, не было сильных лидеров. А тут пошло что-то такое. Значит, будет война. Это можно при подвижении энергии во всем мире, да? Локальные маленькие войны ничего не меняют. Меняют, когда люди сильно объединяются, у них появляется какая-то вера, страсти. Есть вера в благости. Вера в благости означает, все религии хорошие, просто дружим друг с другом и развиваемся. Вера в страсти означает, что моя религия лучше, моя вера лучше, и поэтому надо всех убивать. А вера в невежестве означает, я верю в Бога, но ни хрена ничего не хочу делать. Понимаете? То есть вера в невежестве, в принципе, нас не беспокоит. Всех беспокоит всегда вера в страсти. Вера в страсти означает, что надо всех убивать, и тогда будет лучше. Это вера Гитлера была, да? Также страны Советов, да? У нас вера какая была? Гегемония пролетариата. Весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это гегемония пролетариата означает тоже война, чтобы знать. Итак, идея в чем заключается? В том, что такие изменения, когда начинается пространство, тогда надо бояться, а если кто-то орет 12-й год, конец света, это все фигня, понимаете? Не обоснованно. То есть закон кармы — это вполне конкретное знание, которое можно увидеть на том, как меняется пространство. Не бывает ничего просто так, понимаете? То есть если серьезные вещи всегда происходят как с какой-то подоплекой, понимаете? Можно видеть, как меняется пространство в жизни, и это происходит за счет влияния планет. Тема ясна. Теперь как относиться к астрологии? Относитесь к ней спокойно и сдержанно. В наше время практически нет таких людей, которые точно и правильно могут карту звездного неба определить. Есть несколько причин на это. Первая причина — разные школы по-разному даже определяют градусы этих планет. То есть есть разные системы, точки отчеты во всех школах астрологических разные, и поэтому много-много есть даже в физической культуре школ, и везде разные точки отчета. Это означает, что уже разная судьба, понимаете? Как, что такое судьба? Сейчас расскажу. Вот смотрите, когда человек рождается на свет, то в момент рождения, когда он появляется на свет, он оставляет пространство матери и выходит наружу. В этот момент вся психика пространства, психическая энергия делает отпечаток на его тонком теле. И вот та карта звездного неба, которая была в момент рождения, она настолько сильно запечатляется в его сознании, она становится как матовым стеклом, через которое воспринимается весь мир во всю жизнь. Понимаете? То есть вот если какая-то планета сейчас вот здесь стоит, она влияет, то я это воспринимаю через пространство своего рождения. Поэтому карта рождения имеет очень важное значение в нашей жизни. Согласно ведомо, она определяет человека, сколько богатства в жизни будет, сколько будет свободного времени, сколько будет отношения с другим человеком любовного, сколько будет примерно детей, сколько будет у тебя знания в жизни. И всё это определяется в момент рождения. Понимаете? Теперь как мы это будем использовать, зависит от того, в каком слое мы живём. Есть три слоя жизни. Теперь пытайтесь понять, я говорю, очень глубокое знание сейчас расскажу. Три слоя жизни. Зависит от концепции разума. Разум определяет, куда по жизни пойдёт человек. Разум определяет. Скажи. Скажи. Как там песня называется? Спроси в жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь не ведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорога идёт добра. То есть есть Солнце, есть Луна. Они определяют нашу жизнь. Смотрите. Луна – это планета, которая даёт нам расслабление, благодать. Она даёт нам отдых. Мы не знаем, что мы говорим. Никакой Луны, какая Луна. Она даёт благодать, расслабление. Она даёт ночь. Ночью нам хочется отдыхать и хочется любить. Вечером, в вечернее время, люди должны общаться с любовью друг к другу. Вечернее время – для семьи. Утреннее время – для знаний. Когда Солнце выходит, Солнце – это энергия радости. Человек, когда энергия начинает подниматься вверх, можно менять свою жизнь с утра. Ра – дасть. Ра означает Солнце, дасть означает давать. Радость. Солнце – это энергия радости. Соловьи поют, заливаниваются. Смотрите, когда Солнце встаёт, всё расцветает. Птицы начинают петь. Почему? Энергия радости поднимается вместе с Солнцем. Или все психованные? Они сами поют, когда хотят. Нет, все поют, когда Солнце поднимается. Стань пораньше, стань пораньше, стань пораньше. Только ухо заиграет, упорол. Ты увидишь, ты услышишь, как весёлый барабанчик. Руки-палочки-пеновые. Солнце её берёт. Да? То есть энергия радости. Пам-па-рампа, 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 пам-па-пампа. Понимаете, да? Энергия Солнца. И кто рано встаёт, тому Бог даёт. Когда человек рано встаёт, он эту энергию радости чувствует. А когда он не встаёт рано, он встаёт. Он встаёт в тоске уже. Почему-то он распал. До того, как Солнце встало, человек должен встать раньше. Должен встречать Солнце. Иди за Солнцем следом. Где-то путь неведом. Хотя бы начни режим дня соблюдать. Иначе счастья в жизни не будет. Значит, он соблюдает режим дня. Смотрите, когда Солнце высоко, пища сильнее всего переваривается. Обед должен быть самым большим. Вечером ужин и утром еда должна быть поменьше. То есть это очень важно. Утром поменьше кушаем, вечером поменьше, днём побольше. Потому что Солнце способствует перевариванию пищи. Это огненная энергия. Солнце. Видите, все обеды во всём мире в 12 часов дня. Обед означает Солнце в зените. Высоко стоит. Ложиться спать надо рано. Потому что энергия Луны влияет очень рано. На человека начинает сплять. И она даёт отдых. Энергия Луны даёт отдых. Надо рано ложиться спать. Энергия Солнца даёт бодрость. Надо рано вставать. Если под энергией Солнца ты спишь, значит у тебя накапливается деструктивная энергия огня, которая даёт воспалительные заболевания в организме. Видите, что такое закон Кана? Он говорит, живи в мире с этим миром. Не живи своей жизнью. А я когда хочу, тогда я встаю. Да твои проблемы, брат. Если поздно ложишься спать, значит будешь напряжён сильно. Не ложишься под Луной, значит не будет отдыха в теле. Нервность тем будет напряжена, будешь болеть. Рано не встаёшь, значит будешь терезмерно расслаблен, ленив. У тебя будет хронические воспалительные болезни развиваться, настроение будет плохим. Живи в гармонии. Специально этот мир так сделан, чтобы ты его изучал и жил правильно в нём. Не живи как скотина, живи как человек. Даже рыбки и птички рано встают. Петухи тебе кричат уже. Последний раз прокричал уже всё. Надо вставать до последнего крика петуха. Последнее предупреждение китайское. Три раза всего кричит. Для тебя, человек. Соловьи поют, заливаются. Но не все приметы сбываются. Время закончилось. А твои слова не забудутся. Сбудутся, сбудутся. Сколько у нас осталось времени? А? В сентябре. Как? В сентябре. В сентябре. В сентябре началось лицо? В сентябре. В сентябре. В полчаса еще, да? В полдесятого, да, заканчиваем? В десять. В десять. В десять. В одиннадцать. Гуляем. Да вот так. Итак, движемся дальше. Чуть-чуть осталось. Сейчас у нас будет настрой, и я вам расскажу кое-что интересное. Итак, давайте немножко про разум. Смотрите. Разум — это психическая структура. Разум — психическая структура, которая имеет цель в жизни. Цель в жизни. Это побеждает судьбу. Потому что у нашей жизни тоже есть цели. Смотрите. Девушка молодая, допустим, хочется замуж. Это цель в жизни или нет? Так действует карма изнутри. Возраст пришел. Время думать. А девчонка в этом возрасте пришла. Да? Или, допустим, возраст юный, да? Юный возраст. Крылатые качели летят, летят, летят. Если кончится когда-то, да? Юный возраст, своя энергия. Да? Потом раз — пришла зрелость. Пора замуж, пора рожать. Так? Старость. Затянулась биротина. Творь старинного пруда. Да, как буротина. Я когда-то молода. Вот. То есть, смотрите. То есть, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что в каждом возрасте свои интересы. Не надо думать рожать 35 лет. Рожать надо 25, потом когда хочется. Понимаете? Время пришло. Цель возникает определенная. Но это не должно быть высшей целью жизни. Высшая цель жизни ставится не временем, а разумом. Высовшая цель жизни — это постижение своей глубокой природы. Я душа или не душа? Я вечно живу или не вечно? Этот человек с этим родился. Веды говорят, мы родились не для того, чтобы сказку сделать былью и преодолеть пространство и простор. Мы родились для того, чтобы осознать себя. Мы в этом мире родились для сдачи своих экзаменов. Экзамены сдавать нужно для того, чтобы понять, кто ты. Я просто материя. Или я движение. Или я ум. Или я разум. Или я душа. Чем выше поймешь, тем лучше будет следующая жизнь. В этом смысл нашей судьбы. Попытайтесь это понять сейчас. Это важно. И что такое разум? Это то, что изучает смысл жизни, ставит его целью. И то, что дает разные уровни счастья уму. Допустим, если разум считает, что счастье — это материя, то что мы делаем? Чем мы занимаемся? Мы создаем себе уют. Строим себе дом. На работу устраиваемся, побольше денег, побольше жилья, жилплощади. И думаем, вот это счастье. Теперь счастье — движение. В отпуск надо ездить. Все это фигня, как бы вот эта материя. Надо хотя бы просто на мир на это посмотреть. Уже побольше счастья. Мама Майя. В отпуск ездить, там вот купить. Надо ездить туда, где есть красота Божья. Есть древние места старинные. Надо их посмотреть. Надо не просто есть воздух, надо изучать мир. Тамана Майя платформа. Дальше, Вегиана Майя. Нахрена изучать мир? Все одно и то же. Надо ехать в святые места. Изучать, где свято здесь. Потому что, когда в святое место съездил, мозги на место встают. И уже знаешь, как дальше жить. То есть, видите, разная платформа, разное поведение человека, это разная жизнь. Цели жизни определяют количество счастья. Чем выше цель жизни, тем выше счастье в жизни человека. Платформа Анна Майя. Сколько счастья? Кушаем, сексом занимаемся, обороняемся от всех вокруг. Про Анна Майя. Занимаемся спортом, бегаем, занимаемся здоровьем, ездим, работаем. Мана Майя. Рисуем, танцуем, поем, стихи сочиняем, любим. Вегиана Майя. Изучаем, как жить. Учимся жить по совести, учимся дружить, учимся любить, сохранять семью, учимся питаться правильно, учимся быть честными людьми, учимся молиться и побеждать свою судьбу. Анна Майя Майя. Платформа. Научились молиться, наде любим Бога, любим всех живых существ, чувствуем, что мы вечные, испытываем знания во всем, испытываем счастье и победили свою судьбу. Все. Жить здесь больше не за чем. Смысл судьбы. Совершенно. То есть идея в чем заключается? В том, что когда человек распределяет Анна Майя, он может жить на этой земле, он может не жить. Мы все равно. Платона попытались убить, дали ему яд. Он говорит, дураки, вы не понимаете, что я уже понял, что я душа. Они говорят, так мы тебя поймали, а ты дурак. Пей яд. Он говорит, вы меня никогда не поймаете. Взял и выпил. Он понял, что душа, что они могут с ним, как с душой, делать? Душа всегда живая, с ним ничего не сделаешь. Не убьешь ее, ничего с ним не сделаешь. Когда он себя как душу осознал, с ним ничего не сделаешь, он вечный, он чувствуется вечным. С ним ничего не сделаешь. Но золотая отчаянка – это счастье, это любовь всем вокруг. И он ничего не боится в этом мире. Итак, движемся вперед. Разум ставит себе цель. От этой цели идет счастье. Из чего соткан разум? Он соткан из знания. Человек должен стремиться к знанию. При знании нет самоконтроля. Если человек знает о цели, если человек верит в нее, через эту веру приходит счастье в ум и меняет жизнь. Система очень простая. Во что мы верим, так и мы живем. Допустим, у человека есть вредная привычка – он курит. Надо бросать курить или нет? Не надо бросать курить. Не надо бросать курить. Почему? Потому что ты куришь, потому что у тебя такая жизнь. Почему ты куришь? Ты по-другому не можешь жить. Если ты не будешь курить, будешь болеть, значит. Что делать? Надо поменять платформу жизни. Ты куришь, потому что ты напряжен. Причина курения заключается в том, что человек очень сильно напряжен и не может бороться с напряжением. Он просто выбирает такой способ. Он сует голову в землю и пытается решить проблему с помощью просто расслабления искусственного. Он не понимает, что он напряжен для того, чтобы поменять свою жизнь. Почему психика напряжена? Просто потому что жизнь течет неправильно. Ты поменяешь свою жизнь, напряжение само пройдет, курить не будет хотеться. Вот и все. Как жизнь поменять? Меняется цель жизни, меняется энергия, которая обеспечивает твою жизнь, меняется жизнь. Допустим, одна цель жизни. Живу для того, чтобы просто наслаждаться жизнью. Кушаю хорошо, сексом занимаемся, все классно. Концепция жизни, вся энергия сознания направлена на тело. Означает не туда, куда надо. Искусственная вещь. Понимаете? Человека напрягает такая жизнь. Чувствует что-то не то. Совесть ему говорит, скотина, перестань так жить. Сколько можно? У тебя жизнь проходит зря. И он говорит, ну не покурю. Расслабно. Все. Пошел спать. Теперь, что происходит, когда человек меняет свою платформу жизни? Он начинает думать более возвышенно. Его психика наполняется более чистой и возвышенной энергией. И в этом думает, я не хочу больше изменять жене. Я хочу жить в семье честно. Ему сразу легче становится. Сразу просто от одной мысли легче уже становится. Потому что сверхдуша, а здесь совесть ему счастье посылает. Который правильной дорогой идете, товарищи. Больше счастья пришло, расслабилось. Курить уже не так хочется. Понимаете, искусственная жизнь, что значит? Это значит пытаться просто курить. Это бесполезные занятия. Почему ты куришь? Потому что ты неправильно живешь просто и все. Изучай, как жить правильно. Знание – это то, к чему, что привлекает. Понимаете? Когда человек привлекает высшее знание, у него другое-другая жизнь. Больше счастья в жизни. И так разум ведет к цели. Он от цели дает нам счастье. Разум наполняет счастью нашу жизнь. И поэтому человек всегда стремится к своей цели. Кто-то строит дом и не может без этого жить. Кто-то ищет светелку. Кто-то хочет нормально покушать и поспать. Кто-то хочет съездить на острова. Кто-то хочет хороших друзей. Это уже манамага платформа. Кто-то хочет понять, как жить. А кто-то хочет чистоты в жизни. Любви настоящей. Настоящей чистоты. Настоящей любви. Надоело жить просто так. Это уже анандама. Высшее цель жизни. Высшее цель жизни. Понимаете? И вот эта цель жизни выбирается со скрипом. У нас внутри есть цель жизни. Она тянет нас. Манит, 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 манит. И корнистей. Путешествие по замкнутому кругу. Понимаете? То есть, человека манит вот то, что по башке потом дает. Замкнутый круг. Все одно и то же. Женился, развелся. Женился, развелся. Ну что за херня такая? Простите. Надо же что-то менять. Надо же что-то менять. Веды говорят, что путешествие по замкнутому кругу, когда происходит? Когда неправильно выбрана цель. Цель неправильная. Одно и то же в жизни постоянно. Надо что-то менять. Как менять? Знание меняет. Знание приходит к человеку через уши. Через уши. От того, кто живет по-другому. Пытайтесь понять. Есть разные категории звука. Допустим, звук передает с одной стороны просто информацию, да? Об ОГД. Да? Но, смотрите, интересно, что люди, они не просто слушают человека. Они слушают человека, если в это верится. Верится. Это значит, что человек так живет. Невозможно человеку передать знание, если он сам не следует ему. Понимаете? То есть, другими словами, знание передается от человека к человеку, если человек честен. Честен. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Вот вам и ответ, как не бросить. Как разорвать эту цель? Женился, развелся. Очень просто. Надо научиться внутреннюю связь с человеком устанавливать. Не просто жить с ним, наслаждаться этим человеком. А сесть утром, простить его, прощение, прощать и учиться ему отдавать свое сердце. Учиться служить ему, а не просто требовать от него постоянно. Ты мне сделай, про что я тебе сделаю. Почему ты не живешь? Ты не делаешь не так, как надо. Потому что надо было собакам все. Надо учиться отдавать, терпеть человека, принимать его в жизни. Не трогать его. Ты его уже замучил. Садись и молись рано утром. Прощай, прости прощение. В сердце установи связь. Иначе не вспомнишь его, когда помрет. Холод в сердце будет. Потому что человек должен отношение означать любовь. Любовь означает служение. Любовь не означает пользоваться. Надо учиться душевный разговор устраивать с человеком. Когда будет серебряная свадьба, понимаете? Нет душевного разговора, нет серебряной свадьбы. Я вам сейчас дал знание о семейной жизни. В трех словах. Все. Если хотите больше, у меня есть лекции по семейному отношению. Но в трех словах все есть. Хочешь человеком жить дальше, светлую память о нем вырабатывай. Вспомни, как встретились с ним. Как ты его чувствовал. Учись каждое утро об этом вспоминать. Настоящая жизнь – это жизнь молитвы. Человек должен внутренне настроиться правильно на свою судьбу. Разум настроился, жизнь пошла в нужное русло. Только один объект способен поменять судьбу – это разум. Разум означает, что я своей волей что-то делаю сам. Не просто иду на волне, как живется, а пытаюсь поменять свою жизнь. Настраиваю себя сам. Это возможно только с помощью святости. Веды говорят, сам себя не вытащишь за волосы из болота. Для этого нужно, чтобы кто-то тебе помог. Единственный способ помощи – кто победил над судьбой? Святой человек. Он тебе поможет. Молись, кланяйся ему. Отношение со святостью строй, когда раннее утреннее время. Энергия солнца и луны стоит в равновесии. Солнце правое полушарие, луна левое полушарие. Луна женская энергия, солнце мужское. В равновесии стоит, разум работает. Психика спокойная. Рано утром. Молитва входит в сердце. Осознаешь, как жить. Итак, есть цель. От нее идет вдохновение. Дальше у человека появляется знание, как жить. От этого вдохновения. Потому что знание всегда связано с энергией счастья. Человек не может просто так жить. Им нужно счастье. Как он ищет, допустим, свою специальность? Он соприкасается с чем-то и раз. От чего-то пошло вдохновение. Мне нравится это делать. Все, он начинает учиться. Поставлена цель. Ему хочется стать таким человеком. Почему? Потому что в прошлой жизни он уже этим занимался. И поэтому от этого у него пошло счастье. Есть связь. В прошлой жизни он уже этим занимался. Хочу быть врачом. Хочу быть врачом. Я начал думать, когда мне было 15 лет. Почему? Потому что, значит, уже был раньше. Пошло, пошло, пошло. Меня туда потянуло. Так каждого в свою сторону. А птица поет птицелов. О рыбках поет рыболов. А я о пиявках поет. Говорю, а... Итак, сейчас у нас заканчивается с вами лекция. И я хочу рассказать одну важную вещь. Деятельность разума — это всегда деятельность в одну и ту же точку. Ум как действует? Он почитал, почитал то, он почитал всего. Как мы занимаем свой ум? Постоянно что-то новенькое нам надо. Это маномая платформа, не меняющая жизнь. Как жил, так и помер. Ничего в жизни не поменять. Карма не изменится. Как победить свою судьбу? Как поменять карму? Деятельность в одну точку. Разум пробивается к цели одним и тем же словом и одним и том же действием. Человек читает одно и то же Священное Писание каждый день и понимает глубже. Он повторяет одну и ту же молитву. Он смотрит на одного и того же святого. Ничего не меняет. Углубляет отношения. Означает победа над судьбой. Некоторые люди метаются. Может быть, не того мужика найти? Это что-то мне уже не нравится. С этим пожилает, ему дала, ему дала, ему не дала. Надо понять такую вещь, что надо остаться с тем, с кем ты находишься. Понимать, деятельность разума означает углублять отношения. Почему ты не можешь с ним жить? Потому что ты его не понимаешь. Неглубокие отношения. Нет чистоты, нет силы в ней. Почему ты не можешь сохранить семью? Почему тебе так плохо в жизни? Потому что ты не углубляла никогда и отношения. Ты разумом не пользовалась для того, чтобы победить судьбу. Потому что, значит, пользоваться разумом, это значит молиться, а не бегать и прыгать вокруг мужа и кричать ему, что неправильно живёшь. Отношения в сердце создаются, мои хорошие, попытайся это понять. В сердце. Сейчас у нас будет настрой. Мы сейчас будем учиться это делать, практическое занятие. Все сели прямо. Итак, у нас была с вами вступительная лекция. Мы немножко поговорили о карме, мы поговорили о свободе выбора и говорили о наших обязанностях в жизни, что мы должны жить по совести и так далее. Завтра мы будем углублять эту тему, будем говорить о рождении, смерти, законе, перепрощении, о разных мирах, будем говорить о том, как правильно жить. Значит, итак, настрой. Сначала, кто такой святой человек? Святой человек — это тот, кто победил судьбу. Это значит, он уже не живёт для себя. Победить судьбу означает быть как душа. Душа не помнит про себя, она постоянно хочет всем служить, помогать. Поэтому святой человек отличается от нас от всех тем, что мы постоянно хотим себе помочь в жизни, а он забыл про себя. И поэтому он наполнен Богом. Человек, когда думает про себя, он Богу не нужен. Вернее, нужен ему для того, чтобы он оказывает. Но когда человек забыл про себя и живёт для других, Бог живёт для него. Смотрите, это сравнивает с тем, что Бог — это большое светлое солнце, а душа — маленькая искорка. Если маленькая искорка живёт для себя, верит в себя, то тогда она отворачивается от той силы, которая наполняет её светом. И тухнет. Искорка не может сама гореть. Ей нужно солнце для этого. Когда искорка поворачивается к солнцу, летит назад, то тогда получается всё наоборот. Она разгорается и становится счастливой. Для того, чтобы к солнцу лететь, мы должны установить отношения со святостью. Есть объекты, которые указывают на солнце. Светлячки. Где солнце, там, где светло. А где светло? Светло, там, где святость. Кто такой святой? Это тот, кто светится. Ним присутствует. Тот, кто отражает солнце. То есть это сравнение очень важно, потому что мы должны понять, как наполниться счастьем. Счастье – это энергия Бога. Никому счастье не принадлежит. Кому-то принадлежит. Попробуйте счастье счастливым стать. Не можете? Значит, не наше. Мы должны это взять. Это взять очень просто. Смотрите. Оно само притекает, счастье в нас, если мы правильно настраиваемся. Мысленно вспоминаем священное писание святого человека или молитву. Все зависит от того, с чем у вас есть отношение. Ваше сердце. Вера. Отношение означает вера. А что вы верите? Кланяемся. В своей вере. Молитва в своей вере. Святой в своей вере. Ничего не меняем. Все то же самое. Просто глубже пытаемся понять. Кланяемся мысленно объекту святости и говорю. Мысленно. Я хочу быть таким же, как ты. Пожалуйста, дай мне возможность служить тебе. Видите, я сейчас объясняю. Это у вас сердце такое сразу. Олег Геннадьевич, я так никогда не делал. Почему мне так делать? Учитесь. Это поможет. Мысленно кланяемся в том, я хочу жить так же, как ты. Пожалуйста, дай невозможность служить тебе. Я желаю всем счастья. Видите, я не от своего имени желаю. У меня нет счастья. Я несчастный. Как я могу всех счастливыми сделать? Я желаю от имени святости. То есть, что происходит? Ко мне переходит. Я становлюсь проводником света. Понимаете? Ко мне через меня проходит то, что должно отдаться другим. Мы думаем. А мне? А мне? Об этом не надо думать. Вот весь настрой заключается в том, чтобы забыть об этом. Мы постоянно думаем о себе. Смотрите. Мы будем мыслям думать. Я хочу тебе служить. А в сердце говорят, что у тебя дети там жрать хотят. Надо домой идти быстрее. Вот. Понимаете? Надо сражаться за свою судьбу. Я хочу тебе служить. Надо забыть про себя. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Первый этап. Ощущение спокойствия внутри. Уже все нормально. Дети уже поели. Вот. Второй этап. Ощущение знания. То есть, человек чувствует, вот как надо жить, оказывается. В сердце приходит. И все это приходит как подарки. Нам не надо об этом думать. Я хочу служить. Я хочу служить. Мысли о святости. Я желаю всем счастья. Вот такой настрой. От чего бежим? Бежим от мыслей. Или, допустим, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Какой я святой вообще. Я так желаю всем счастья. Об этом тоже не надо думать. Надо думать о том, что не я желаю всем счастья. А это к человеку, о котором я думаю. Не надоело уже жить своими мыслями для себя. Я хочу быть источником света. Маленьким. Который наполняется большим светом. Понимаете? То есть, идея заключается в том, что мы не должны себя сами тянуть за голос. Но нужно настроиться на ту силу, которая даст возможность меняться. Разум всегда должен настраиваться не на себя, а то, что выше, чище и светлее. Все сели прямо. Мы повторяем вместе. Я думаю, что всем это нравится. Желаю таким счастьем. Я желаю всем счастья. 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 Я шваю всем честь. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знаний и всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все эти три часа. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Также будем рады видеть вас завтра. Завтра от Центратата будут очень приятные подарки для вас. Большое спасибо. 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 Ты что-то молодец.